Суровый веб, тот самый подкаст от UwebDesign из Челябинска. В чем разница между миллениалами и зуммерами? Новинки PHP версии 7.4. 29 лет со дня рождения Photoshop. Погнали. Вот так вот мы начали. КВН с вами вместе. Привет, меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Александр Масляков. Да, это 213 выпук. Вот, 15 октября на часах. И мы действительно успели сегодня еще в 15 октября начать запись. Без 15.12 в Челябинске. Вечер, ночи. А знаешь, почему мы пораньше с тобой решили начать? Потому что Хэллоуин, мы боимся с тобой, что поздно будет и страшно. В смысле, за две недели заранее боимся? Подожди, через две недели будет. World of Warcraft, между прочим, через три дня. Через три дня. Поэтому я уже боюсь. А, ну там-то всадник без головы будет летать. Прикинь, я на нем сейчас выбью тоже маунта себе праздничного. Так же, как на хмельном фестивале. Ну, я не удивлюсь, я не удивлюсь. Потому что вдруг тебе катить начало. Да, причем тут-то он летающий, в отличие от кода хмельного фестиваля, который бегающий. Да, это будет уже круто. А если вы хотите, чтобы вам катить начало, напишите на worksobakaevibesign.ru. Если даже вы сейчас ничего не поняли, все, что мы сказали, все равно напишите на worksobakaevibesign.ru. Мы с вами договоримся на понятном вам языке. В принципе, если вас бросил кто-то, и вам нужно просто с кем-то поговорить, тоже пишите. Мы и в таких вещах помогаем. Если хочется про WoW еще послушать, то в пришоу к этому выпуску мы рассуждали о том, куда он движется. Такой небольшой тизерок вам. Отлично. Я развернул первую темку. Первая тема у нас про дизайн. У нас вообще редковато стало про дизайн. Не то, чтобы это сейчас был в адрес нашей бухгалтерии какой-то плевок, а просто про дизайн что-то постоянно не случается классного. Хотя мы смотрели вроде бы и редизайн пачки Lace и вроде бы что-то, но такие именно большие брендовые редизайны мы не смотрим. А, скорее всего, потому что нет интересных. И если есть, и вы хотите с нами поспорить, то можете на сайте-то предложить темку с классными редизайнами. Мы будем смотреть. Здесь ребрендинг твича от студии Collins. Не те коллинсы, которые джинсы делают, не эти. Это пацаны-дизайнеры. Студия у них есть своя. Они сделали ребрендинг твича. Твич — это платформа для стриминга, если кто-то не знает. И они всегда были с твичами, с цветами фиолетовыми вот этими вот. И их логотип всегда был два глазика в облачке. Здесь Collins дизайнеры пошли дальше. Они решили не делать минималистичное что-то, а наоборот сделать максималистичное что-то. Они вернулись немножко к интернету 90-х, как здесь написано в статье. И интернет 90-х чувствуется. Сделали тени посильнее. И вообще твич теперь написано немножко поборзее, я бы сказал. Сразу скажу, что мне нравится изначально. То есть изначальный вот этот твич, который был, он не такой борзый. Сейчас прям интернет 90-х, блин, такой прям классный. Что еще кроме этого они сделали? Кроме того, что просто добавили тень черную к надписи твич. Они много сделали в отношении всяких анимаций. Вот, например, здесь есть твич, который вырастает из-за такой майамной радуги. И я так понимаю, что Collins'ы вообще, в принципе, продвинули идею, что на самом твиче можно теперь темки настраивать. Можно настраивать темки для своего канала. Конкретно, чтобы у тебя канал оформлялся в какую-то определенную цветовую гамму вокруг. Можно просто настраивать себе твич под себя. Темный, светлый, понятно, это и так. А вот чтобы он именно был разноцветный, это нововведение. В принципе, он стал повеселее, как бы сказать, помолодежнее. Но все-таки в стиле именно такой девянощины какой-то. Я бы даже 80-щина. Или 80-щина, скорее. Как будто я в iCity играю постоянно. Вот, да, да. Я все равно. Мне нравится, несмотря на это, что я в iCity и не играю, но мне нравится. Неплохо. Тебе как, Саня? Слушай, мне 12 из 10. Ну, то есть, несмотря на радугу, мне прям сильно нравится. И дело даже не в ней. А дело в том, что у меня вот именно с этой радугой ассоциации другие. У меня ассоциации с фрутеллой, например. А здесь еще тоже кубизм некий. Ну, то есть, здесь такие грани. Ну, тут все квадратное. Как бы глупо это отрицать. Трапециевидно еще. Ну, в общем, если ты фрутеллу в заднем кармане отсидишь, сам кубик, то он у тебя, в общем, в трапецию превратится. А потом схаваешь? Да, да. То есть, как бы, у меня прям сильно с этим идет ассоциация. Если говорить про именно вот этот основной логотип, который светло-сиреневый фон, черная тенька и надпись Twitch. Ну, короче, третья картинка в статье. Слушатели, просто представьте. Мне очень напоминает игрушечку на NES «Код Феликс». Там он тоже. Там надпись «Феликс the cat» именно на таком же фоне. Я сейчас для наших зрителей гуглану и покажу. Я тоже посмотрю обязательно, да. Я вижу, какая. Там практически такими буквами, которыми убийцы пишут в фильмах, которые что-нибудь выкрали кого-нибудь. Вот, вот. Я понял. Вот сейчас я тебе скину именно вот то, о чем я думал, когда это говорил. Я думаю, ты не тупица. Я нашел ровно эту же. Да, да. Вот. Вот. Причем, кстати, я сейчас вот, у меня же два Моника, и у них абсолютно они по-разному откалиброваны. Именно на том Монике, который Моник, а не Бук, там у меня чуть-чуть приглушенные цвета, srgb-шные, и там прям вообще один в один, как на Твиче, а на Буке, ну, там как Санькина аватарка. Вот. Ну, короче, вот это мне сильно напоминает. У меня, разумеется, приятные воспоминания. И черный плач, Darkwind Duck, мне тоже напоминает. Там тоже он, у него же сиреневый какой-то плач в итоге. Он как бы черный плач, но, по-моему, он у него сиреневый. Но он немножко, да, и сине-черный, я бы это сказал, покручил. Вот это тоже мне напоминает, вот. У меня еще есть комментарий микро по первой картинке, там, где на стене кубик Твича. Это что, это рендер какой-то, или это их офис, или что вообще такое? Выглядит как, да, какой-то офис или какое-то здание с командой Твича, потому что похоже, что да. Ну, прикольно, кстати, мне нравится. Я, честно говоря, думал, что только в России используют гранит для облицовки. Либо это Russian Headquarters Твича, вот, либо, я не знаю. Ну, то есть, прикольно, почему бы и нет. Это интересно. У меня еще есть, кстати, два комментария по поводу вообще вот всего этого ребрендинга. Первое, на самом деле, сделали по-геймерски, но по-взрослому. То есть, могли сделать, знаешь, по-геймерски. Я бы даже сказал по-стариковски немного. По-стариковски, да. Это не зумерски совсем. Общение. Это прям бумерски. Да, то есть, ты вроде бы как бы геймер, но такой ретро-геймер. И на Твиче это очень сильно уважают, что ты как бы чувак такой. Вообще, Твич это типа более игровая платформа, несмотря на то, что там так много все стримят в категории общение. Но, тем не менее, все-таки игры превалируют на ней, на этой платформе. И поэтому, да, это круто. Это отсылка к этому. А второе у меня, конечно, у всех бомбануло, у русских чуваков, с редизайна самого сайта twitch.tv. На самом деле, я понимаю, почему. То есть, редизайн, он немножко не удается из-за того, что, во-первых, шрифты не поддерживаются те, которые они хотят. Поэтому все русские слова, которые здесь переведены, они все убого смотрятся. На вот этом красивом, типа, должно быть, редизайне. А где сайт? Ну, просто twitch.tv, если ты зайдешь... Нет, это понятно. Здесь есть, кстати, картинка сайта или нет? Нет, нету, я это уже так... Потому что белая вот эта картинка, у меня twitch.app так выглядит. Десктопная апка twitch.tv так выглядит. Ну, так, в принципе, так сейчас и сайт выглядит. Так сейчас сайт и выглядит. Ну, мне она тоже не очень нравится, но не из-за русского, из-за того, что она совсем белая, в ней нет акцентов. Там не выделены блоки, там просто на белом квадраты. Я не знаю, куда идти, меня бесит немного. Я по памяти как бы жму, потому что я давно уже пользуюсь twitch.tv.app. Вот. Не спрашивайте, зачем, да? Ну, да. И, короче говоря, меня немного... То есть, даже я не пользуюсь twitch.tv.app, а ты пользуешься. То есть, не спрашиваем, не спрашиваем. На самом деле, я понимаю, почему они так сделали. Они сделали акценты на самих видосах. То есть, ты уже видишь чисто видос и проваливаешься туда. Мы, как обсуждали с тобой неделю назад, на темной темке лучшие акценты выглядят, потому что ты не отвлекаешься. Ну, то есть, у тебя фокусируется внимание ровно к источнику света. Здесь источник света — это фон, и на нем как бы теряются все остальные штуковины. А эта штуковина — это молодежно тоже. Ну, да. Да. Ну, короче, мне реально, мне 12 с 10. Мне очень нравится. Вот. Прикольно. Посмотрим. Смешно так. Над проектом работали, да? Потом здесь список людей, и в конце Twitch Creative Team. Скромненько так. Ну, такие лохи. Окей, хорошо. Это посмотрели. Давай пойдем дальше. Тоже, кстати, с этого же сайта. Да, да. У нас сегодня две темки с UX Pub. Вот. Причем, на самом деле, обе темки написал Николай Геллара или Геллара. Я не знаю, как правильно. Мне теперь кажется, что все тысячи просмотров тоже от него. Потому что комментариев в первой темке один. Вот. И причем у него смешно комментарий, и у него минус два карма у этого комментариев. Просто комментаторов здесь не любят. Даже те немногие, кто робко что-то пишут, их закидывают говном просто сразу, и все. Это, да, это по-нашему, согласен. Ну, вот. Короче, какой-то полуживой сайт, несмотря на то, что Костя сегодня облизывался, что прям это гениально, вообще лучший сайт, который только у него есть в подписках. Такие у тебя и подписки, что это лучше твой сайт. Ну, ладно. Мы, тем не менее, поддались и две штуки взяли. Он сказал, что с медиума взяли дизайн. Я бы скорее сказал, что с хабра. Ну, то есть шапка чисто хабровая. Вот это написать в IT, она прям такая же. Кстати, Костя опять же писал, что, блин, они от всех статьи принимают. Обе статьи в скобочках Николай Геллар написал, создайте сайты. Он же его единственный автор, да? Ну, смешно. Ладно. Основа хорошего дизайна взаимодействия от компании Интерком. Интерком – это что сразу? Это типа онлайн-чат. Ага. Ну, короче, заходишь, всплывает. Здравствуйте, чувак. Понял, понял. Вот это оно. Причем, чтобы ты понимал, я, к сожалению, не то, чтобы я загуглил, а мы на предыдущем проекте его использовали, встраивали. Customer Messenger Platform. Да, это то, о чем я думаю. Просто я думаю, вдруг как бы это не тот немного. Это он. Это вот, это как живо-чат. Живо-сайт, живо-сайт. Живо-сайт – это чат же, да? Да, да, да. Это вот то, что справа у тебя появляется. И здравствуйте, вас приветствует Дмитрий. Здравствуйте, мы онлайн. Вот-вот-вот. Интерком – это оно же. Но только Интерком пошли дальше. У них есть опиха даже для встраивания в мобильные апки и так далее. То есть они, у них как бы много разных, много разных SDK для разных платформ, чтобы куда-то встраиваться, но да. 15 человек поделилось, между прочим, этой статьей из тысячи просмотров. Ладно, все, не буду. Сообщество дизайнеров больше не говорит за необходимости доказывать ценность дизайна. Короче, в этой темке, видимо, это перевод. Сейчас я посмотрю. Давай-ка. Да, оригинал был на Густавс Кирулис каком-то там, на блоге, у Густавса Кирулиса на блоге компании Интерком. Вот. Ну так вот, они рассуждают о том, что, чуваки, давайте, берем за X, что мы классные дизайнеры, нас уже уважают, мы не должны уже сражаться за свое место под солнцем. Теперь идем дальше и говорим, как надо. Типа, мы дизайнеры, мы должны приходить к продакт-овнерам и говорить, типа, ваша задача говно, надо вот так. Так и делаем. Видимо, в их мире, да, это так, как бы, это такие вредные советы от Григория Остра. Это тоже по-бумерски сейчас в основном. Никто уже не знает, кто такой Григорий Остра, скорее всего. Вот, ну да. Я не могу, так смешно, что я кидаю же не просто тебе, я кидаю в наш микро-чатик. Я просто безмолвно кидаю Феликс Де Кэт, и Саня, не понимая, что происходит, пишет, что играешь сейчас в него? Почему его? Почему его? Так как-то наивно, тупо это звучало, написал, обсуждаем в подкасте. Ладно, вернемся. Короче говоря, здесь несколько по факту реально прикольных советов от команды Интерком, которые нужно нам бы привнести в свои дизайны, и даже не столько в дизайны, сколько еще и, понимаешь, если ты просто фронтендер, или если ты тестировщик, ты вполне можешь с этими же идеями прийти завтра в команду к себе, вот, и попробовать это продавить, потому что в общем и в целом это действительно, ну, это классно, это прикольно и так далее. Вот. Первое. Везде одинаково показываете объекты. То есть, если у вас условно есть объект месседжи, то есть если у вас есть чаты разные, и один чат у вас это всплывашка, другой чат это встроенный виджет в сайт баре, и третий чат это виджет в мобильном приложении, позаботьтесь о том, чтобы у вас везде сообщения выглядели одинаково. Даже если вдруг в виджете в мобильном приложении есть условная кнопка поделиться, где вы можете поделиться конкретно этим сообщением, сделайте ее ненавязчивой, чтобы она выглядела, ну, то есть чтобы она не меняла внешний вид самого сообщения, чтобы ваши юзеры, они по виду компонента сразу уже догадывались о его функциональности. Просто потому, что они его уже использовали в другом месте, и они понимают, что, ага, раз он здесь выглядит точно так же, это тот же самый бабл сообщение, значит, это просто бабл сообщение. Если здесь появилась кнопочка, они уже видят отличие и понимают, ага, а тут он работает вот так. А если вдруг вы в каждом месте его будете, ну, здесь, опять же, зрители посмотрите, слушатели просто представьте, здесь есть классический, как у Бабича, да и нет, и типа выделено, как надо делать, и выделено, как не надо делать. Вот там, где как не надо делать, там абсолютно по-разному выглядит сам бабл сообщения, аватарка по-разному выглядит и так далее и тому подобное. Несмотря на... То есть нужно понимать, что если объект ведет себя одинаково, он выглядит должен одинаково, потому что внешний вид объекта — это не то, как вам захотелось здесь и сейчас его нарисовать от вдохновения и фазы Луны, это то, как этот объект и должен работать. То есть по внешнему виду ваш пользователь о нем догадывается. Номер два. Установите иерархию в интерфейсе. Это мое любимое, я всегда это делаю не только в интерфейсах, просто в жизни. Это даже как ты расставляешь книжки у себя на полке, если у вас зумеры дорогие, вообще есть книжные полки и книжки на этих полках, это то, как вообще нужно упорядочивать любую массу чего-то. Даже если это вилки, опять же, там, в посудном шкафу, должны быть какие-то заголовки, должны быть какие-то блоки, они должны быть очерчены самим контентом. То есть в случае с интерфейсами вы должны использовать пространство, типографику, группировку, отступы, цвета какие-то. Может быть, если мы говорим о типографике, это и толщина начертания, и размер шрифта, и его, опять же, блин, дерьмо. Толщина, размеры, что-то еще третье я обычно говорю. А я часто об этом говорю. Насрать. Еще и этот, все, я понял. Толщина, нет, начертания, это жирный курсив. А, толщина, размер шрифта и начертания, в смысле курсив, не курсив, вот все точно. Ну и всякие там подчеркивания, неважно. Короче говоря, нужно самим контентом уже его группировать. То есть берешь, делаешь просто большие заголовки, жирные заголовки и так далее, и уже, ну как бы, пользователю легче разделять весь контент на группы и воспринимать его этими группами. То есть системный подход, он как бы очень важен для восприятия. Потому что у человека мозг, в принципе, призван, чтобы что-то декомпозировать. То есть когда мы видим массив из 30 элементов условных, если они будут сгруппированы на 6 по 5, он будет восприниматься в миллиард раз проще. Во-первых, потому что у нас в краткосрочной памяти хранится не больше 7 объектов. А здесь, соответственно, мы обманываем. Это уже не 30 объектов, а 6 по 5. То есть это и там, и там меньше 7, и как бы мы это воспринимаем, и все классно. Так что да, мы как дизайнеры интерфейсов, на нас лежит вот эта вот роль, чтобы мы сделали все понятно и удобоваримо. Третье. Создайте визуальный ритм и баланс. Это, в принципе, почти об одном и том же. Просто если мы говорим про второй пункт, то здесь иерархия. То есть по тому, как мы выделяем текст и расставляем его, должно быть понятно, что важно. То есть вот эти заголовки, они важны. Это основная часть блоков. То пункт третий. Создайте визуальный ритм и баланс. Он говорит о том, что нужно компоновать все элементы в интерфейсе так, чтобы они упростили сканирование. То есть то, как мы окидываем взглядом форму, страницу, я не знаю, поп-ап. То есть вот какой-то объект интерфейса, один элемент. Нужно, чтобы он удобно сканировался. Чтобы он удобно сканировался, нужно, чтобы контент был на нем приятно расположен. То есть условно, какую-то симметрию какую-то делайте. Не оставлять пустых каких-то строк, висячих строк и так далее. Нужно, чтобы это смотрелось как цельный какой-то элемент. То есть в данном случае, если мы берем у нас какие-то большие инпуты внизу, а вверху один коротенький дропдаун, то можно лучше вместо коротенького дропдауна сделать три большие радиобаттона с подписью, которые займут тоже примерно пространство по длине, что и длинные инпуты снизу. А если вдруг к длинным инпутам снизу нужно два коротких подсоединить, вы эти два коротких расположите на одной строке, чтобы они оба коротких были по длине, как один длинный. То есть как-то вот что-то компоновать, чтобы это более приятно, гармонично смотрелось во всех смыслах этого слова. Четвертый пункт. Используйте общепринятые паттерны и взаимодействие. Это означает, что если в мире принято больше 15 опций не выбирать радиобаттонами и чекбоксами, будьте добры, сделайте дропдаун, селект и мультиселект, если там нужно по нескольку выбирать. Потому что видеть все 15 опций сразу, опять же, это больше, чем 7, юзер сразу теряется, и он этот пункт, скорее всего, пропустит или сделает его как-то там спустя рукава, потому что, ну, камон, тут же, блин, 15 пунктов, я никогда в жизни их не прочитаю, насрать на них вообще. Пойду другой пункт сделаю. Вот. Пойду пол выберу. Там хотя бы меньше вариантов. Там меньше 7 вариантов уж точно. Поэтому как бы, ну да. Вот. И это говорит о том, что если уже есть какой-то опыт в жизни по построению интерфейсов, скорее всего, не нужно им пренебрегать именно в вашем интерфейсе. Потому что я художник, я так вижу, это классно, но ваши зрители, они не художники, и они так не увидят, потому что, ну, и в противном случае вам придется к каждому скачиванию приложения прикладывать пакетик с наркотиками, которые вы употребляли, чтобы вы видели все так же, как вы это когда творили. Поэтому, ну, это... Ну, это будет дороговато, поэтому мы делаем нормально, без наркотиков. Вот, да. Это не affordable будет. Ну, вообще не affordable ни хрена. Вот. Здесь, кстати, кстати, к каждому пункту, я-то вот как бы обзорно говорю, плюс там пропускаю как-то через себя опять же. Вот. Здесь в статье на UXPub, точнее, в переводе, кроме того, что есть пункт «Делайте, не делайте», и там написано «Паттерн» и «Антипаттерн», есть еще блок «Спросите». Так. И там вот, ну, на примере вот этого четвертого пункта нужно самому себе задать вопросы, чтобы, ответив на них, пришло осознание, как сделать. Что именно там, какие именно общепринятые паттерны и взаимодействия можно применить в данном именно куске интерфейса. Например, может ли здесь использоваться существующий паттерн дизайн-системы? В смысле, существующий уже в дизайн-системе. Ну, типа, у нас уже есть 15 дропдаунов, может быть, мы и здесь тогда дропдауны используем, к ним юзеры уже привыкли, не будем здесь делать группу из радиобат. Да, мемо, мемо из Delphi. Да, или, соответственно, ну, наоборот, если у нас везде мемо из Delphi, то как бы уже дропдаун можно, ну, не вводить. Лучше не вводить, да. Если нет, то как выглядит паттерн отраслевого стандарта для данного случая? То есть, ну, нужно как бы подглядеть, как все делают. Если вы считаете, что вам нужен новый паттерн, обсудили ли вы это с другими дизайнерами? Можно ли переделать этот паттерн под дизайн-систему для использования другими дизайнерами? Ну, то есть, если вдруг вы это представили, но как-то формализовать это, придумать и сказать, что вот этот паттерн мы используем, если там больше 15, просто очень часто так бывает, что дизайнер вот так сделал, и ты когда говоришь, ну, подожди, чувак, давай вот, знаешь, как проверочное слово есть, вот здесь проверочный момент, это формализуй то, что ты сделал. Просто обычный свод правил. Если что-то больше этого, то делаем так, если меньше этого, то тоже так делаем, а если больше этого, но меньше этого, то тогда используем что-то другое. Простой формальный свод правил, когда именно нужно делать дропдаун, а не радиобаттон. Если не получается, если, типа, он начинает икать, пердеть и говорить, ну, как бы тут надо, как чувствуешь, вот все, это сразу, это, ну, как бы, это плохо, значит, это надуманное говно, и раз он это формализовать не может, значит, зритель ваш, слушатель и пользователь точно это не выкупит. I'm not buying it. Скажет просто, и все. Вот. Ну, в общем, то есть здесь я к чему? Здесь у каждого пункта есть блок спросить, и я не буду его весь зачитывать, это неинтересно. Вот. Я буду сейчас договаривать вам пункты, а потом мы будем с Никитой обсуждать, какие ему больше понравились, и что он бы еще сказал. Так. Используйте прогрессивные раскрытия. Если у вас есть несколько пунктов, в каком-то из пунктов есть подпункты, вы будьте добры, подпункты показывайте, только если этот пункт выбран. Ну, то есть смотри, если у тебя есть пункт, на чем вы ездите, велосипед, автомобиль и самокат, и когда ты же нажимаешь автомобиль, там 15 видов автомобиля, не надо себе сразу 15 показывать, вдруг человек выбрал велосипед, он не хочет знать, какие бывают 15 видов автомобиля, ему надо насрать. Поэтому подпункты показывайте только в тот момент, когда уже пользователь провалился, так скажем, в эту часть формы. Или типа там серию и номер паспорта. Вы покажите эти поля, когда он уже назвал, что он сейчас паспорт ведет. А то вдруг он сейчас свидетельство о рождении будет вписывать или водительское удостоверение. Ну, как бы, ну, нет паспорта у человека с собой. Вот. Ипотеку хочет взять по свидетельству о рождении. Зачем показывать поля, серии и номер паспорта? Это надо делать только тогда, когда они, когда пользователь уже в контексте этих полей. Шестое. Будьте ясны и лаконичны. Здесь говорится о том, что если вы хотите написать текст больше двух абзацев, то либо, если это инструкция, вы сделали говеный интерфейс, который понятен только, если его расписать на два или три абзаца. Второе. Это значит, что, скорее всего, может быть, вместо одного из абзацев можно картиночку использовать. И будет более понятно. Ну, или третий, наконец, вариант. Скорее всего, из этих двух-трех абзацев какой-то менее важен. Его можно вынести в подсказку, которая выводится по наведению на знак вопроса или по клику на знак вопроса. Ну, то есть, вдруг только один дегенерат не поймет с первого раза, ему нужно будет расшифровать. Пусть эта метафора останется только для него. То есть, он кликнет на вопросик, типа, я не понял, и прочтет уже полную подсказку. Скорее всего, для большинства пользователей она будет не нужна. То есть, краткость сестра таланта на манер UX-дизайна. Будьте ясны и лаконичны. Это вот так звучит. Седьмой пункт. Учитывайте отзывчивость и скорость. Забегу и скажу, я же, это мой любимый. То есть, здесь нам зрители смотрите, а слушатели просто представьте, здесь две анимации, которые на самом деле это очень наглядно показывают. Нагляднее, чем можно написать словами, но я попробую. Первое. Если вы выбираете какой-то пункт, и там будет какой-то прелодер, точнее, и там будет что-то загружаться, ну то есть, вызов на сервер пойдет и так далее, круто нить и прелодер. Потому что даже если эта задержка составит 500 миллисекунд, она уже будет видна глазу, и пользователь будет думать, а блин, я нажал или не нажал? Будет сжать еще раз, и как бы, ну, это будет плохо, он пошлет 100 запросов на сервер, и ваш хайлот отвалится. Поэтому покажите прелодер, еще лучше задизейблить, еще второй раз не мог нажать. Это будет самый буллетпруфный вариант. Вот. Но прелодер хотя бы ему покажет, что есть отзыв от системы. Система приняла его команду, ее обрабатывает. Все, окей, можно сидеть, чилить. Вот. Кроме этого, есть пункт про скорость. Ну, то есть, не надо показывать, чтобы все очень быстро скрывалось. Лучше пусть медленнее скрывается, но как бы, пользователь будет отчетливо видеть, что какое-то действие произошло. В том числе, здесь показывается саксес уведомления. Ну, типа, форма отправлена, и хоп, зеленое говно сверху всплывает, типа, форма успешно отправлена. Отзыв, отзыв. Система постоянно должна уведомлять, ну, в рамках разумного, разумеется, о том, что что-то произошло. И опять же, там, цветом или, я не знаю, звуком, опять же, вот таким, уведомлять о том, что это успешно, успешное действие. Потому что таким звуком только успешные действия как бы обозначаются в моем мире. Это был седьмой пункт. Восьмой. Направляйте пользователей к тому, что они должны делать дальше. То есть, знаменитые онбординги. Это так называется у дизайнеров, я слышал, мне друг рассказывал. То есть, зашел ты в систему, у тебя еще, допустим, это Gmail, и у тебя нет ни одного письма. Уже нет, нет, невозможно такую систему словить, потому что тебе сам же Google присылает обычное письмо, типа, хей, привет, спасибо, что завел почтовый ящик Gmail, теперь иди, добавь свои контакты, там, номер телефона введи, мы подключим всех твоих друзей, и начнешь писать им письма. То есть, есть онбординг, сразу есть кнопки, написать письмо, или там, синхронизировать контакты, или там, что-то еще. Создал Twitter, сразу тебе Twitter предлагает, ха-ха, мой первый твит, хэштег, там, туда-сюда. То есть, он тебе, когда ты, он говорит, опубликуйте свой первый твит, во-первых, есть какой-то прям гайд, типа там, ну, пошаговый. А во-вторых, за тебя уже и первый твит преднаписан, типа, хэй-хэй, это мой первый твит, привет, мир. Что ты даже не сочинял, типа, я вот там, то, все. Ну, да, да, если ты скучный, ты так и нажмешь, но ты хотя бы уже этот путь сам пройдешь, у тебя пальцы запомнят, по Ваньку дофаминовый взрыв произойдет, потому что ты, о, блин, я что-то запастил, я твитнул, и сейчас я скролить буду дальше, и да. И все, ты уже потом это делаешь по инерции. А если просто тебя система встретит с сообщением, у вас нет сообщений, и все, и крест тебе еще показал, такой, ты такой сразу, м-м-м, камон, ну, и вот этих и не будет теперь, все, пошел, вышел, удалил, как бы, да. Девятый пункт, помните о доступности. В данном случае имеется в виду не только доступность для скринридеров, о которой я лично сразу думаю, а здесь просто доступность для разных там дерьмовых мониторов, где не контрастно все и так далее, и там для разных систем, где люди плохо видят, ну, вы понимаете. Это нужно все делать. Нужно задавать себе вопросы, достаточно ли читабельный текст, достаточно ли контраста, есть ли существующий компонент системы дизайна, цвет или стиль, который вы можете использовать, и используется ли что-то кроме цвета для передачи значения. Потому что есть такие люди, которые не различают цвета, и для них тот факт, что вы пятнадцатым оттенком зеленого что-то показали, ну, как бы он непонятен, потому что по статистике, вот, ну, сам факт дальтонизма, он же разный, то есть дальтоники, они разные, они все по-разному, но вот именно зеленый, насколько я помню, типа процентов 80 не видят, они его видят как коричневый. Поэтому зеленый, вообще на него не надо полагаться, это как бы вот, ну, не является чем-то. Я понимаю, что вы как дизайнер, вряд ли не видите какие-то цвета, зачем вы таким дизайнером пошли работать, вот, но ваши пользователи вполне могут их не видеть, поэтому помните об этом. Нужно, чтобы что-то как-то хотя бы, ну, знаешь, вот эти классические примеры, типа включить черно-белый режим экрана, или прищуриться, типа заблюрить, и посмотреть, насколько выделяются иерархически те или иные куски просто по размеру и по жирности там, и почему-то еще, вот это все. То есть нужно самому себя проверить на доступность. Николай Геллер кончил, я дошел до конца статьи, теперь будем слушать Никитина комментария, потому что мне кажется, я достаточно исчерпывающий. Я с ней согласен, статье, ну, пожалуй, 8 из 10. Во-первых, она какая-то затянутая, я привык уже, во-первых, по клепухе, по зумерам, во-вторых, по бабичу, что он больше 6 не делает, а тут как-то 9, это уже прям, я больше 7 не запоминаю, напоминаю, а тут 9. Все, я первые 2 уже забыл. Все, уже забыл. Короче, я тебе скажу так, да, мне понравились пункты, я просто их назову, именно какие, что мне понравилось, вообще, даже не пункты, и подпункты тоже. Мне понравилось про то, что нужно делать общепринятые паттерны взаимодействия использовать, как минимум, четвертый пункт. То есть, не нужно в дропдаун там помещать еще дропдаун, чтобы из дропдауна дропдаун был. То есть, это реально, такое делают дизайнеры, я просто знаю, что видел по-любому, что люди извращаются чуть-чуть, но уже вот надо как-то, не знают, как придумать. И делают неправильные паттерны, которые никто не знал, не видел никогда, и человек не умеет этим пользоваться, и плохо понимает, что происходит. Вот это очень круто, то есть, нужно всегда понимать, что не надо извращаться, есть элементы, понятные, и надо их использовать. Это первое. И второе, мне понравилось про то, что если ты уже использовал до этого дропдауны, например, то чувак снова использует дропдауны, не надо везде разные элементы лепить. Опять же, если ты супер такой дизайнер, который не знает, чем заняться, и везде играется с элементами, то одумайся, лучше пусть везде будет скучно, но просто. Типа, не надо весело сделать в заполнении какого-нибудь паспортных данных. Вот это, вот это мне очень понравилось, это классные прям пункты, крутые. Ну и в принципе, здесь такие дефолтные, дефолтные как бы, мы это все и так понимаем, но мне нравится, что он напоминает нам. Да, это в общем рубрика, так сказать, повторения мать учения, то есть, разумеется, хорошие дизайнеры, это в общем все и так знают. Вот, просто, во-первых, смешно, мне очень так часто критикуют меня, что я тебя перебиваю, поэтому я стараюсь этого и не делать, но, если в принципе, мою дорожку одну послушать, то я иногда начинаю, вот эти звуки, это смешно, надо нарезку из этих звуков, звуков не перебиваю, вот эти кряхтенькие перейдения, это конечно да. Ну а что ты хотел сказать давай? Ты думаешь, я помню, я уже не помню, ты больше семи вещей просто сказал, поэтому я уже забыл, что я хотел вставить в это дело. Вот, но да, я вообще вспомнил, я-то конечно же имел в виду, что дизайнер решения, мне кажется, любые, уже на рабочем проекте, должны обуславливаться статой, то есть должна быть аналитика, стата по использованию там, и только через AB-тестирование любое какое-то дерьмо делать. Просто чувак проспался, вчера словил трип и пришел, сказал, делаем теперь дропдаун, ему все говорят, так чувак, сначала мы берем CA из Турции по Яндексу, на них тестим, причем не на них, а на половине них, соответственно, AB-тестирование там проводим, смотрим плюс-минус, что как, и только после этого, может быть, ты допилишь эту фичу, и мы ее уже введем, так сказать, в проект, то есть вот в таком аспекте, я считаю, это должно происходить. Ну да, что-то такое должно быть. Ну как-то вот, да. Что-то такое должно быть. Мне нравится, мне нравится. У нас сейчас важные пункты начинаются. Подожди, подведем итог. Team comes UX-Pub, да? Мне, мне хорошо. Надо напоминать про это, и они такие, знаешь, не то чтобы обязывающие к каким-то сильным утверждениям, просто нормально, мне нравится. Что первая темка про твич, что вторая. Ты как? Слушай, вдруг это лично костин сайт, давай его не будем обижать. Я не хотел обижать, я просто, тем более, если это лично костин сайт, то он прислушается к фидбэку, что-то не хватает. Ты уже как я с Джокером, вот это дано что-то. Да, я просто, я в любом случае ничего не ожидал, но первая какая-то статья не структурированная, что ли, то есть там как-то все накидано в общем и в целом, и нет подписи у картинок. Я понимаю, что они типа говорят сами за себя, но камон, почему нет подписи типа десктопная апка, или подпись Russian Headquarters of Twitch. То есть, ну, у меня были вопросы по картинкам, я не понимал, что с ними не так, поэтому подписи нужны. А что касается второй статьи, блин, она затянута, к сожалению, прям как-то ну да, есть еще затяжка. А так в целом мне понравилось. То есть, скорее всего, будем давать шанс, не будем бойкотировать, тем более, это так тупо, они нам в общем ничего не сделали, чтобы их бойкотировать. Абсолютно никто и хоп, и мы бойкотируем. И веб-дизайн бойкотирует. Вот, вот да, это глупо немного. Дальше наш первый рекламный блок. Первый рекламный блок в жизни наш. Никогда до этого никогда не рекламировали ничего. Вот сегодня рекламируем. У нас появился Reddit, то есть, саб-реддит, я бы поточнее сказал. На reddit.com slash r slash ewebdesign появились реддитные новости, я бы сказал, от нас. Заходите, подписывайтесь, у кого есть аккаунт, а у кого нет аккаунта, заведите аккаунт и подпишитесь обязательно. Я бы сказал, состоите в этом реддите. Да, состоите. Сделайте так, что вы состоите в этом саб-реддите. Мне он очень сильно нравится. Здесь, ору, ты зашел? Да, я вижу. 27 минут назад Костя смешную картинку выложил. Тут уже круто, тут уже круто, понимаешь? Ору, я не могу. Не сговариваясь, причем, Костя просто вдруг решил постануть на Reddit. Вот, он здесь скинул, во-первых, американские военные корабли уменьшат количество сенсорных экранов после неудачного столкновения с гражданским судном. Видимо, сухие пальцы были у штурма, он не смог, он тыкнуть, типа, поворачивай, блин, вот в этом духе. Короче, чуваки, здесь вообще жить жизнью можно, это будет супер комьюнити вообще, вспомните мои слова. Если вы нашли какую-нибудь смешную ссылку, картинку, или вы хотите просто высказаться, идите к нам на Reddit, здесь пока всего 16 человек, но это 16 лучших человек в мире вообще. Да, да, согласен. Иисус, поэтому вы обязательно, они вам помогут своим лайком, комментом и вообще. То есть тут будет реально круто. Это как 16 участников группы Битлз практически. Да, да, может быть даже как будто это 16 Джонов Ленов и Полов Маккартни, без двух других, без Ринга Стара. Вот этих, которых не помнят. Вот, да, поэтому это круто реально. Здесь будут скоро звания, всякие там прикольчики, там бэджи, какие-то значки. Прямо здесь будет вообще просто майндблойинг, поэтому, чуваки, обязательно зайдите на reddit.com slash r slash uwebdesign и будьте зайками, потому что, блин, я считаю, что reddit, он вообще, это лучшая комьюнити-площадка. Ну, то есть самое лучшее это только самому построить, но мы по понятным причинам не будем писать свой reddit, но это камон, это просто смешно. Здесь реально очень много уже инструментов, и я считаю, что это прям, мы в какой-то момент с тобой перейдем к тому, чтобы темки здесь собирать. Да. Я вот это очень хочу, я просто призываю, чуваки, если хотите предложить нам темку, идите на reddit и кидайте нам темки. Да? Мы будем все просматривать, что здесь есть, я считаю, мы справимся с этой лавиной, с этим оползнем темковым. Да. Вот, и должно быть, в общем, в целом классно. reddit.com slash r съешь, 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 съешь и веб-дизайне. Ты-то готов, Никита, съесть и веб-дизайне? Я ем каждый день, насчет ты-то, я сейчас вспомнил наши ролики, которые я бананы вчера скинул, вот, там вот. Там тоже то еще, и та еще и еда, конечно. Там то еще, то еще ты-то. Вот, чуваки, сейчас пристегните ремни, сейчас прямо нужно, мы входим в зону турбулентности, а именно, к нам в подкаст наконец-то, спустя, я не знаю, месяца три, наверное, может больше даже, врывается наш 40-долларовый дорогой патрон Макс. Конечно. Это тот... Конечно, дорогой я имею в виду. Да, да, это тот человек, который просто, он, если бы не он, мы бы не были прежними вообще. То есть он очень во многом влияет на наш подкаст, он сидит в патроновском чатике, выражает свое эфи, свое веское. Вот, поэтому, да, мы пригласили его, как вы знаете, наградой за 40-долларовое патронство является участие в нашем подкасте. Вот, мы пока экспериментируем с этим. Ну, то есть, пока это участие в рамках своей темки. То есть, Макс нам принес свою темку, которую мы будем обсуждать вместе с ним. Вот, перед этим, разумеется, будет, ну, небольшое интервью, так скажем, туда-сюда, поговорим о том вообще, как он сам и так далее, как он нас начал слушать. Это спойлеры вам всем, он-то еще не знает, о чем мы его будем спрашивать, он-то еще не слушал, не пришел, не сам подкаст. Вот, и может быть, в будущем мы кого-то будем брать прямо, ну, на весь подкаст, я не знаю. То есть, это как бы будет зависеть от того, насколько вообще это зайдет. Вот, поэтому, и мне, я, на самом деле, благодарю Макса не только за то, что он 40-долларовый дорогой патрон, а за то, что он дает вот этому формату шанс, за то, что он сам является примером. То есть, как в гангстерском кино из него надо сделать пример, вот мы делаем из него пример, и он даже и рад за это, он нам даже еще спасибо за это говорит. Не, ну, если он плохой пример сделает, то вы же знаете, цемент, ноги. Это да, это все как обычно. Поэтому, я сейчас буду добавлять его в беседу нашу в скайпе. Попробуй, попробуй. Я найден совпадающий логин, то есть, в общем, в целом, да, чек. И мы сейчас будем стрим настроек запускать, я сейчас даже отсечку сделаю, чтобы если что, вырезать вообще. Нахрен Макса вырезать с самого начала. Вот, да. Алло. Алло. Мы отлично слышим, привет, здорово вообще. Привет, привет. Здорово. Я даже не ожидал, что сразу будет хорошо. Мы с Максом договорились о том, что он будет отдельно писать свою дорожку, вот, и пришлет нам ее, мы его подмонтируем, чтобы я потом там из своей дорожки запись звука с компьютера не вырезал Никиту и Макса. Если ничего не получится, то в этом моменте у вас сейчас дерьмовый будет звук у Никиты и Макса. Потом, когда мы закончим, хоп, и опять будет нормальный звук. Скорее всего. опять же, смотря, что будет Макс говорить, то есть в конце мы, знаешь, такие, да ладно, уже не надо дорожку, спасибо большое. Это да. Спасибо, спасибо. Ну, слушай, Макс, давай начнем с того, что ты нам расскажешь вообще, кто ты, что ты, откуда, как так получилось вообще, что ты с нами, и после этого уже будем еще тебе вопросики задавать интересные. Да, хорошо, наверное, с этого и начнем. Вообще, родился и живу я сейчас, в Молдове, хотя у вас в России обычно говорят в Молдавии. Для меня всегда было странно, но, наверное, это то же самое, как и с Россией. Американцы говорят Russia, в России говорят Россия просто. Я веб-разработчик, пишу на PHP, на JS, на много чем пишу, потому что только на PHP мне скучно, просто скучно, не хватает. Так, то есть, ты экстремал, ты в принципе экстремал, но тебе еще и не хватает. Да, да, мало того, что я живу в Молдове, мне еще и не хватает, да, это тайно. Вот, с вами я познакомился, я увидел ваш канал несколько лет назад, начал слушать, и впоследствии, когда увидел, что вы есть на Патриумоне, подписался. Как-то так. Так, ну подожди, во-первых, сразу несколько вопросов. Первый, вот ты сказал, я веб-разработчик. Мне всегда вот интересно, когда знаешь просто, ну вот люди с улицы, условно, я не знаю, там бармен, продавец, и аниматор, я не знаю, там на улице, и они просто спрашивают, ты кем вообще работаешь? Ты же не будешь им говорить, я фулл стэк, там кто-то там. То есть, ты говоришь какими-то простыми словами. И вот я всегда в таких, на такой вопрос, что я программист. Ну то есть, во-первых, ну ты же программист, то есть, это же не является, так скажем, ну то есть, это не вранье. Программисты, это что-то общее, это общее множество, и вот веб-разработчик, это подмножество. И вот мне интересно, почему ты именно ответил веб-разработчик, а не сразу начал, я там фулл стэк, туда-сюда, чё-кого, девопс. Ты понимаешь, он нас считает за барменов с тобой, не за дворник. Не-не-не-не-не. Почему я сказал веб-разработчик? Потому что, ну мы не на собеседовании. И я, ну я решил как-то коротко. Это ты так думаешь, что мы не на собеседовании? Да. Да, резюме-то ты нам своё уже скинул, поэтому в общем... Я в России не собираюсь пока что, ну переезжать. А мы без релокейта, мы сами к тебе приедем. Ради бога. Вот да, это, кстати, это, кстати, да, прикольно. По поводу страны, ну то есть, слушай, это как Беларусь, сияй и Беларусь. То есть, ну, я не знаю, как вообще, как вообще эти различия, какое слово было раньше, Молдова или Молдавия? Ну, наверное, Молдова, потому что на английском же тоже Молдова. То есть, прям, ну, латинице. Англичане обычно говорят Молдавия. А, да, вот дерьмо. Значит, я просто что-то... Ну, слушай, по поводу Молдовы, я опять же начну сразу. У нас есть такой стереотип в России, что если ты... Я, поправь меня, Саня, вдруг я сейчас не тот стереотип скажу, но мы это вырежем, если что. Тем более, мы Максов всё равно дорожку не будем прикреплять. Так вот, короче, смотри, поправь меня. У нас есть такой стереотип в России, что Молдаване, Молдаване, это еще из Молдовы люди? Ну, да. Что Молдаване, это чуваки, которые очень много строят и много работают. И это правильно? Это вообще есть у вас такое? То есть, это... Я бы хотел разрушить этот стереотип, но так получилось, что... Что ты строительщик? Не строитель, а когда был помладше, во-первых, подрабатывал, в том числе на стройке, во-вторых, родителям помогал дачу строить и так далее. То есть, ну, я понимаю, как это работает и так далее. Но, в частности, нет, не то, что будет только строя. У нас полно, в том числе и веб-разработчиков. Полно... Мне кажется, у вас две, должно быть две категории. Ты либо строитель, либо ты повыше веб-разработчик. Короче, ты как бы строишь веб, и у тебя два варианта. То есть, нет каких-то, типа, нет знаменитого клавишника Молдавана. Хотя я на самом деле, я шучу, естественно, понятно, что все люди разные, но должно быть именно только два варианта. Ты кем-то рождаешься. Тебя либо сразу кидают в кирпичи, либо себя, короче, в компьютер им кидают. Ну, в общем, я понял, ты выбрал покруче быть, чем остальные. Да-да-да, я решил немножко апгрейдиться. Понятно. Это хорошо, когда есть такой выбор, да. Следующий вопрос. А как вообще ты, ну, начал веб-разработку, вообще, с компьютерами? Когда у тебя первый компьютер появился? Во, блин, я не подготовился, надо было прям еще более скрупулезно придумать, что спросить. Когда у тебя первый компьютер появился? На самом деле, первый компьютер у меня появился довольно-таки поздно, это было лет 13, мне было. И, но, в то же время, я постоянно ходил к друзьям, постоянно ходил, там, к родственникам, в школе постоянно зависал за компьютерами. То есть, мне техника вообще, техника современная, мне всегда нравилась. Телевизоры, телефоны, компьютеры и так далее. Но вот именно, то есть, я всегда знал, что буду заниматься именно техникой, именно новыми технологиями, какие-нибудь. Но, именно понимание, что я хочу пойти в веб-разработку, оно появилось лет в 14, в 15. Подожди, сейчас тебе сколько? Я сейчас листаю резюме туда-сюда, не нашел возраст. 25. А, 25. так это давно, уже ты решил. Да, я давно решил, но не сразу получилось начать, скажем так, профессиональную деятельность. То есть, где-то что-то подсчитывал, где-то что-то пробовал, но не было возможности, поскольку я был несовершеннолетним, не было возможности начать работать всерьез. То есть, вот так. Но, впоследствии, через знакомых, через друзей, мне было лет 19, я нашел компанию, которая согласилась взять меня на стажировку, поскольку в то время в Молдове не очень любили брать людей на стажировки. Сейчас с этим попроще. Сейчас почти в каждой компании ты можешь прийти на стажировку или на практику, пройти практику, и потом тебя обустроят. Ну, устроят, как работник. Обустроят. Обустроят. Я просто кемпичами опять. Я знал, знал, что это будет. Смотри, а у меня, кстати, возможно, это у Сани такой будет вопрос. Мне, знаешь, короче, интересно, что? Вот ты сейчас все говоришь, что 14, в 13, в 15 лет, это решил веб-разработка, и мне интересно, а что именно, у тебя же должно что-то, типа, торкать тебя, то есть ты должен вставлять что-то в веб-разработке, чтобы ты такой, блин, вот хочу именно быть веб-разработкой. Это как, типа, блин, хочу на байке ездить, хочу там наркотики употреблять, или так далее. Ну, короче, должно тебя что-то переть, короче. И вот как ты понимаешь, что вот здесь тебе именно зажигается что-то, вот именно веб-разработка. Вот смотришь на браузер, на Internet Explorer, ты такой, Блин, вот так хочу, чтобы было. Ну, вообще, если говорить совсем откровенно, то изначально это было не просто веб-разработка. Изначально я хотел заниматься программированием. И больше я смотрел все-таки на языки типа C, C-sharp и так далее. Но не всегда получается так, как ты хочешь. И в то время я думал, что веб – это не совсем серьезная разработка, скажем так. Но получилось так, что, во-первых, у меня появился интернет. Я начал заводить знакомства, друзей. И с одним из другом, которого я завел в интернете, мы решили открыть небольшой сайт. Соответственно, знаний у нас по написанию кода нет. Первое, что мы сделали – это воспользовались Ucos. И с этого как-то и началось. То есть добавляли какие-то скрипты, плагины для того, чтобы сайт был лучше и лучше и лучше. Ну, то есть для вас это было первым толчком, что «О, можно же что-то сделать». То есть вы уже как минимум… Типа такой старт был, как бы стартер-пак юкозовский. И дальше пошло уже можно… А, так можно и вникнуть, можно по-другому сделать, типа самому там и так далее. Да, то есть получается порог вхождения в эту сферу, он очень низкий. То есть ты спокойно можешь начать. И сразу у тебя будет какой-то китбэк. Ты сразу что-то будешь видеть. Ты сразу будешь взаимодействовать с другими людьми. Ну, кстати, сразу вопрос. Вот ты как считаешь, сейчас меньше порог вхождения или наоборот больше стал? Ну, то есть я имею в виду… Я намекаюсь сейчас на то, что сейчас так много разных там фреймворков, уже настолько более сложное клиентское там веб-программирование стало там. Ну, несмотря на то, что сейчас намного больше каких-то там курсов, я не знаю, там книг, статей каких-то и так далее. Это двояко. Вот мне твое мнение интересно по этому поводу. Сейчас проще начать или тогда было проще? На самом деле, я считаю, ну, мое субъективное мнение это то, что сейчас это проще. Опять же, вот ты говоришь про фреймворки. По факту фреймворки — это не сложнее, это легче. Они избавляют нас от кучи нюансов, которые нам не нужно сразу изучать. Мы можем просто брать и пользоваться. Нам не нужно создавать велосипед. И можно… фреймворки тоже разные. Есть фреймворки сложнее, есть проще. К тому же, если сравнивать, допустим, количество фреймворков как на вебе, так как на фронт-энде, так и на бэк-энде, допустим, три года назад их было намного больше. Сейчас почти всем вымерли. По крайней мере, я особо их не вижу. Ну, реально топовые. Ну, это, кстати, я потом про PHP, да, я тебя спрошу. Наверное, может быть, даже и после темки. Может, и перед, не знаю. Но, да, я согласен с тем, что фреймворки — это проще. Просто их… ну, хотя бы сейчас ты говоришь количеством. Неважно. Сам факт того, что их количество обескураживает. Когда я начинал, там, в 2010-2011 году, казалось, что просто ты берешь, ты, ну, там, смотришь, что такое HTML, CSS, JavaScript, все. Ты как бы, ну, на пике. То есть ты мог за, я не знаю, за два месяца объять, в общем-то, все. И дальше уже нужно было учить алгоритмы. Ну, то есть смотреть что-то более глобальное. Дальше уже только опыт. А теоретической базы было, ну, типа намного меньше. По крайней мере, мне вот так кажется сейчас. А сейчас теоретическая база, ее просто жопой жуй, потому что само веб-программирование стало взрослее. Оно как бы стало более… ну, то есть раньше и сами веб-приложения были не сложнее, там, калькуляторы или туду-листа. А сейчас это гигантские дашборды, которые управляют, там, биржами и так далее и тому подобное. Ну, то есть трудно отрицать, что это очень сильно шагнуло. И сам факт того, что сейчас так много всего это есть. Ну, то есть, да, калькулятор теперь написать проще, либо туду-лист. Но что-то такое глобальное, лично я, может быть, это только со мной, так, меня это обескураживает и хочется, ну, там, забиться под одеяло и пойти, я не знаю, в столярку работать, потому что, блин, тут что-то уже как-то сложно. Настройку свою, настройку. Ну, чё, да, у нас просто челябинская тема. Ну, ты как можешь это прокомментировать? На самом деле, о подобных мыслях я довольно часто задумываюсь. И, с одной стороны, мне кажется, что для меня всё становится проще, потому что я в этой теме, я в этой теме ворюсь, я каждый день с этим работаю, я тонны информации читаю, поэтому для меня проще. Но, с другой стороны, документация становится доступной. То есть, сейчас, если ты берёшь какой-то новый API или берёшь новый фреймворк, документация, она более доступна. Плюс фреймворки становятся проще. Как ни крути, они становятся проще. То есть, сравнивать тот же фреймворк, допустим, с Symfony 1, если открыть документацию к первому Symfony, то можно просто умереть от инсульта, потому что что, почему и как. Сейчас всё очень просто. И вторая идея, которая выходит с первой, это то, что я очень часто задумываюсь, что программисты становятся, ну, меньше становятся программистами. Мы больше становимся похожи на конструкторов. То есть, грубо говоря, мы берём один модуль, соединяем с другим модулем, подключаем библиотеки, просто связываем. И мне немножко становится досадно, когда твоя работа заключается только в том, чтобы связать несколько модулей или библиотек. И большинство же разработчиков так делают, особенно разработчики, которые делают там лендинг-пейджи всякие простые, одностраничники, визитки и так далее. Ну, вот я только хотел сказать, что это просто не касается энтерпрайза. Когда ты туда идёшь, там уже, ну, там другой уровень. То есть, на трёх своих последних работах мне прям открылся целый мир вообще того, как ты пытаешься соединить, а нихрена не соединяется, потому что требования очень узкоспецифичны, ни одна тулза напрямую под него не подходит, и приходится не просто связывать, а супер с костылями и с велосипедами. Ну, короче, ладно, об этом чуть позже. Хотел сразу задать вот этот вопрос, который стопудово сейчас, ну, прям многих людей не то чтобы волнует, но, короче, он популистский. А у тебя есть профильное образование? Только колледж. Мы как будто всё-таки на собеседование. Да, да, я университет бросил. Ну, если в двух словах, то я учился четыре года в колледже, колледж микроэлектроники и вычислительной техники у нас в Молдове. Да, так это практически по теме, по образованию. Да, это по теме, да. Но когда я пошёл в университет, я начал, буквально на трёх парах был, и понял, что я не вижу никакой разницы. Корочка мне особо не нужна, я в государственные какие-то учреждения собираюсь, и работу всегда найду. То есть большинству компаний, не важно, какое у тебя образование, важно, что ты умеешь. Если ты топовый разработчик, я возьмусь руками и ногами, неважно, какой у тебя диплом. Если так честно говорить, это все знают, и это понятно. Ну, это да, я с этим полностью согласен. Я сейчас ни в коем случае не топлю за необходимость высшего образования или чего-то такого. Просто ты уже тогда себя как-то там сильно обеспечил. Ты просто говоришь, я знал, что я уже везде найду работу. То есть ты уже работал одновременно с колледжем, и, соответственно, у тебя была определённая уверенность. Я просто смотрел резюме, которое ты скинул, у тебя там почти везде строка product owner. Даже у тех проектов, которые уже не существуют. Ты там просто перестал работать или сами проекты просто перестали существовать? Я уже не заходил на страницы, их не смотрел, что там как. По поводу CV, есть один очень такой нюанс, значительный. То, что в прошлых компаниях, в которых я работал, мы подписывали определённого рода документы. И большинство из этих проектов я просто не могу укладывать в CV. И меня это очень сильно печалит, потому что проектов намного больше, и я просто не могу их показать. И поэтому, именно по этой причине, очень много проектов — это именно мои проекты и те проекты, которые я сам разрабатывал. Ну понятно, да, это классика. Я понимаю, что когда ты NDA подписываешь, то тут как бы... Причём я в своей жизни подписывал один NDA, который 20 лет длится. Я через 20 лет забуду уже вообще, что там было, но... Я думал, ты про свадьбу пошутишь там, что типа там. Это NDA я недавно подписал, и всё теперь. Что-то как-то я забыл наши заготовочки с тобой. Короче, ещё у меня есть житейские вопросы. Разбавим просто рабочую. У нас так полсобеседования, поэтому ты сейчас работаешь типа на удалёнке или у тебя прям в офисе работа? Ну скажем так, работаю я через молдавскую компанию с американцами. У нас есть офис, но по факту я удалённый разработчик. Но ты ходишь на работу, встаёшь и одеваешься. Нет, нет. Когда хочу. То есть у меня было пару месяцев, когда я приходил в офис, потому что хотелось какой-то организации. То есть хотелось почувствовать себя частью команды. А так типа дома сидишь? Ну дома прикольнее сидеть или когда как? Или по настроению? Для меня очень комфортно сидеть дома и работать из дома. Очень комфортно. Но есть люди, я с многими разработчиками общался, и многие жалуются на то, что они не могут работать из дома, поскольку не могут себя самоорганизовать. Ну типа на диван охота сесть, в трусах и так далее. А ты себя можешь организовать? То есть ты с утра встаёшь прям? Или у тебя там ночная работа? Ну я не прям, у меня нет графика. Но я знаю, что я за день должен, допустим, проработать от 6 до 8 часов. И я стараюсь выполнить этот график. Плюс я заранее ставлю себе какие-то задачи. То есть я хочу какие-то задачи решить. Не просто потому, что надо, а у меня есть желание решить какие-то задачи по проекту. Соответственно... Чтобы скучно не было, как минимум. Ну да, как минимум да. А ещё хотел спросить, типа, а знаешь такую тему, как выгорание, например? Вот есть ли у тебя такое? Или ты знаешь, есть такие люди, которые вообще не выгорают? И говорят, блин, да как можно вообще выгореть? Я типа, ну, просто хреначу и всё. Или кто-то говорит, блин, я уже не могу, я вот неделю отработал, не могу уже это делать, абсолютно хочу отдохнуть. Ну вот как раз последние полгода я и нахожусь в этом состоянии, в выгоревшем. И связано это обычно... Ну, насколько я понимаю, и исходя из моего опыта, у меня это связано не столько с временем работы. То есть то, что я работаю без перерывов, или без выходных, или без отпусков. То есть иногда я отпуска могу не брать, потому что мне не хочется. То есть, ну, по крайней мере, раньше так было. Это связано больше с проектами, с условиями и с клиентами. То есть если все эти критерии прям жуткие, то есть когда клиент тебя просто заколебывает каждый день, давит на тебя, там, я не знаю, матерится, ещё что-то. Когда проект вообще неинтересный, то есть какой-то, как у меня, например, самописный какой-то там проект, без спреймворка, без ничего, которому уже пять лет, на котором работали разработчиков 20 по очереди. То есть он супер-легаси, и там всё плохо. Там кошмар, там ужас. То есть вот при таких условиях, да, конечно, разработчик выбирает. Ну и ты справляешься как-то, там употребляешься, или как ты развлекаешься, как ты перезагружаешься? Никак, стараюсь пока что, пока что стараюсь идти по течению. А отпуск ты не пробовал брать всё-таки? Я беру отпуск. Сейчас вот как раз последние полгода-год я начинаю брать отпуска, причём довольно часто. Потому что, ну, казалось бы, типа, ну, ты устал, тебе надо отдохнуть. В итоге я беру отпуск, я понимаю, что вот прихожу из отпуска, и я совсем не отдохну. Ну да, это, особенно если сильно в отпуске что-нибудь делают, то там можно не отдохнуть всегда. А ты, вы куда-нибудь выезжаете, из вообще Молдовы можно выезжать? Ну, в смысле, это же... Ты нас путал скорее, по-моему, нет? Я так, просто я абсолютно безграмотный, поэтому мне интересно. То есть ты ездишь куда-нибудь, или ты дома чилишь, продолжаешь так же? Нет, конечно, я езжу. Вот, например, в мае был на три недели в Владивостоке. Не могу сказать, что это прям самое лучшее место для отдыха, но у меня... Ты хотел в Японию, наверное, но не доехал. Нет, ну, обстоятельства состояли чуть по-другому, то есть у меня друзья год назад уехали в Владивосток на ПМЖ, и я обещал, что приеду их навестить. Так что вот как раз вот я... А у нас с Молдовой без визовая, или тебе надо визу в Россию получать? Безвизовая. В течение 30 дней я могу находиться на территории Российской Федерации. Блин, 30 дней это всего лишь. Тут я... Нет, потом ты просто вылетаешь, стампуешься где-то и заново прибываешь. Ну, как-то и ладно. Не то, что вылетаешь, выходишь. Мы с Владивостока, наверное, можно в Корею пешком зайти, опять же. Может быть. Еще, кстати, еще. Да, говори, говори. То есть ты вылетаешь, получается, по пару дней буквально находишься в твоей стране, залетаешь обратно. Если вот с такими вот поездками туда-обратно, то получается в сумме не больше 90 дней. Ты должен находиться за полгода. То есть неплохо. В России... Я сейчас себя очень сильно дойдем чувствую. Но вообще в России лучше, чем в Молдове. Лучше, чем в Молдове в России. Относительно. Смотря какие... Ну, то есть я понимаю, что не в Москве, а я имею в виду, вот в Владивосток ты приехал, и такой, блин, ну тут вообще дыра. Или ты наоборот, блин, ну тут хай-тек. Или даже можно вот так сформулировать, в чем самые кардинальные различия, вот то, что там тебе бросилось в глаза или запомнилось вообще. Ну, на самом деле, Владивосток мне не очень понравился. По мне, так мне показалось, что это мертвый город. Вроде как масштаб был большой, а ничего не происходит. Из городов, которые мне понравились, мне очень понравилась Москва. Прям очень понравилось. Это очень живой город, и это такой город, где ты просто не сможешь лениться. Сидеть на жопе, да. Да, ты не сможешь просто лениться, просто ничего не делать. Тебе город сам заставит что-то делать. И это очень классно. Санкт-Петербург мне вообще не понравился. Он какой-то фальшивый мне показался. Ну, ты, возможно, настраивался, что будет гениально, а там тебя не удовлетворило. Слушай, я бы про Москву даже как-то и поспорил. Я вот там месяц назад был, и можно спокойно просто в парке сидеть весь день, и все, и нормально. На фону прудика. То есть это, мне кажется, смотря зачем ты туда приехал. Вот если ты туда приехал за движениями, то стопудово. Там, конечно, вариантов миллиард. А если ты туда приехал с женой отдохнуть, то как бы можно и отдохнуть просто даже, и забыть, что ты вообще в Москве как бы тут, да. Ты начал что-то про другие города говорить. Да, если говорить не про Россию, то один из моих любимых городов, это, ну, не городов, даже стран, это Голландия. То есть я два месяца жил в Голландии, это просто суперская страна. Люди очень понимающие, там все культурно, все спокойно. Но жить бы я там долго и бы не смог. Там ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. По новостям ты смотришь, практически новости нет. То есть тебе-то хочется, чтобы Крым брали? Не, ну, хоть что-то должно происходить. Но у вас в Молдове происходит что-нибудь? Да, у нас периодически происходит. А что у вас? И вот я как раз к этому вопросу хотел спросить. Тебе же, ты же говоришь, тебе 25, да? Да, да. То есть у тебя есть, вообще в Молдове есть армия? Я так и знал, что ты начнешь об этом спрашивать. Мы никуда это не отдадим. Я в военкоманде понесу. Я не уверен. Да, есть армия, есть армия, конечно. И она до скольки лет? До 27. Так, похоже. Так, да. Ну, это осталось еще Советского Союза. Молдова же была частью Советского Союза. Ну, и ты как бы как относишься к ней? Вообще, по идее, я должен быть негоден. Но по документам, по всему, я годен и должен служить. Но сейчас я официально, я сейчас учусь. То есть я официально сейчас в универе. То есть я раз в несколько лет просто прихожу, подаю документы в университет, меня зачисляют в университет, и я не могу идти в армию, потому что я учусь. Понял. Ты, в принципе, легально отмазан? Да, я легально отмазан, да. Да, служить в Молдове я бы не хотел. Потому что я просто теряю год. На что я теряю год? Хорошо, хоть год. Хорошо, ты бы сейчас сказал, просто теряю 20 лет у нас как в Руси, на Руси. Ну, прикольно, прикольно. У вас же тоже год вроде служил. Да, у нас тоже сейчас год. У нас когда-то я еще застал, когда было два года. Не в смысле я служил два года, а в смысле когда-то мы еще два года. А у нас так же. То есть похоже, что... Очень похожие какие-то вещи у нас происходят. Очень похожи. У вас просто масштабы больше. То есть у нас точно так же, как у вас есть просто процветает коррупция. У вас просто масштабы больше. Потому что денег больше, потому что ресурсов больше, потому что территория больше. А на русском вы на русском разговариваете или у вас свой язык? Я же разговариваю на русском. Ну, я понимаю, но мало ли ты для подкаста выучил сегодня подготовку. Да, по-быстрому. Ну, на самом деле... Я в школу пришел, отдал ребенка в Молдове. И он будет на... Там есть русский? Ну, поскольку Молдова была в СССР раньше, в Советском Союзе, у нас, соответственно, разговаривали на русском языке. И почти все население знало русский язык. Но сейчас, на самом деле, в Молдове есть одна очень большая проблема – это национализм. У нас люди, которые разговаривают только на румынском языке, которые практически не знают русский, они просто... Ну, очень частые случаи, когда они начинают гнобить людей, которые не знают румынский язык. И это чувствуется, особенно... Это чувствуют те люди, которые не знают государственного языка. Ну, молдавский. Румынский, молдавский. А он отличается, да? Ну, в смысле, или это... Ну, у вас определенная наречия, так скажем? Или... Да, грубо говоря, да. Что-то типа диалекта. Но мы прекрасно друг друга понимаем. И различия не такие большие, как, например, между русским и украинским. То есть, ну, понятно, там все более прозрачно. А ты сам знаешь румынский? Да, конечно. То есть это не сложно? Ну, это не то, что не сложно, это надо учить. И возвращаясь к теме, допустим, детей, у нас есть учебные заведения, где преподают только на русском, есть учебные заведения, где преподают только на румынском. То есть это не такая большая проблема. Ну, да, я на самом деле тоже от украинцев слышал, что если хочешь в Украине русский учить, то это можно. Хотя у них борются с этим. Вроде как. Что, Саня, ты как там? Ты засмечал? Нет, я сто вопросов подготовил. Первый. А вот расскажи, как из Молдовы выглядит ситуация с Приднестровьем вообще? Это что? Ну, то есть, вот нам оно реально очень далеко. Но при этом про него периодически говорят, и что-то в этом есть какие-то у России политические там штуки. Что там вообще может быть политического? Это маленький кусок. То есть это просто, что называется, ну там наши люди, и поэтому мы их не можем бросить? Или там какие-то секретные бриллиантовые прииски, и поэтому мы это не отдаем? Ну, то есть это же горный регион. В чем вообще мулька? Вам-то там изнутри точно виднее? Ну, для молдаван, для всех граждан, по сути, когда речь идет о Приднестровье, мы просто знаем, что есть в Приднестровье. Все. Потому что большинство изнах не помнят, что происходило раньше и так далее. То есть молодежь не помнит всего. На самом деле, как обстоят дела, это данная часть Молдовы территории, и граждане, проживающие на этой территории, они решили отсоединиться от Молдовы и присоединиться к России. Их не устраивало ряд перечень, как, например, смена государственного языка. Я даже, на самом деле, не знаю всего списка, но одна из главных причин – это язык именно. Почему именно этот регион? Там больше русских или как? Это же не было просто с нихрена. Почему именно этот регион? Это, на самом деле, довольно простой вопрос, потому что, если посмотреть на карту, то как раз Молдову разделяет именно на грань, разделяет именно река Днестр, и данный регион находится как раз ближе всего к России. Ну, короче, ДНР, ЛНР, я понял. Просто он ближе к Украине находится, а не к России. в том числе к России, да. А вторая часть ближе все-таки к Румынии, Киевросоюзу и так далее. Я точно... Да, может, наши военные базы есть российские? Ну, не бывает это просто так ни с хрена, просто это вот территория, которая захотела. Камон! Это же почти всегда имеет под собой либо экономическую, либо военную какую-то подоплевку. Я уверен, что есть экономические факторы, но из того, что я знаю, на территории Приднестровья нет особо заводов. Люди там на самом деле постоянно жалуются, потому что с паспортом в Приднестровье ты, по сути, никуда не можешь выезжать. Тебе нужно делать чужой паспорт. Ты отщепенец, как бы. Во всех смыслах этого слова, как бы. Я не знаю, есть ли хороший смысл этого слова. Ну, то есть, это плохо. То, что есть такая штука, это, ну, как бы, не очень круто. То есть, и опять же, я-то думал, что, ну, есть четкий ответ, что просто, да, там вот, ну, как знаешь, Севастополь там и Крым. То есть, там реально есть военные базы, это выход к морю там. Ну, то есть, есть в этом что-то стратегически военное. Ну, что стратегически военного в горах между Молдавией и Украиной? Я понимаю, что это тупо расценивать людей, которые там живут, русских людей, что это горы. Но, я думаю, в самой Молдавии тоже полно русских людей. Там, на Украине полно русских людей. Да, даже в Румынии их, наверное, полно. Но, как бы, они же почему-то не являются каким-то таким вот, ну, спорным местом. Это странно. То есть, я... Я согласен. Возможно, я просто не знаю всех нюансов. А вот если бы ты служил, ты бы... Да, если бы я служил, я бы знал. Или бы знал официальную версию, скажем так, да? Ну, потому что наверняка есть же что-то, вот, ну, и вот если сейчас Путин бы к нам пятым подсоединился, я бы спросил, Владимир Владимирович, а почему? А ты его не включишь, что ли? Я... Он сегодня не смог. Вот, поэтому... Он бы стопудово мне ответил, как бы, ну, дежурную какую-то штуку. Ну, хотя он бы, наверное, ответил просто, там русские люди, там, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ладно, окей, это примерно я уже слышал, как бы, скорее всего, там действительно русские люди, просто я думал, что... Что-то еще. Можем вернуться чуть-чуть в разработку. Вот ты в основном везде первым пунктом ставишь PHP и бэкэнд. То есть, хотя ты и пишешь, что ты фуллстэк разработчик, то есть тебе бэкэнд реально ближе, чем фронтэнд. Просто то, что ты говоришь, что фреймворки стали проще, я бы не сказал, что фронтэнд фреймворки стали проще. Они реально как бы усложняются, и документация к некоторым желает быть прям крайне много лучше. То есть, эта ситуация, мне кажется... Ну, опять же, вот как... То есть, ты себя больше к бэкэндерам причисляешь, и то, что ты говорил в большей степени для бэкэнд фреймворков справедливо. Я правильно понял? Ну, на самом деле, не совсем так. Насчет количества фреймворков я говорил именно о фронтэнд фреймворках. Ну, там, да, там были всякие бэкбоны, эмберы и прочие, которые уже реально... Не надо так говорить о бэкбоне, пожалуйста. Это один из первых моих фронтэнд фреймворков. Классный. Вообще супер. Polymer.js еще и был. Да, их миллиард было, действительно, да. Ты прав, но ладно, я тебя перебил, говори. Их было, на самом деле, очень много, сейчас их буквально несколько, несколько, ну, реально популярны, на которых все сейчас пишут, которые все используют. Позиционируя себя больше бэкэндщиком или фронтэндщиком, я все-таки пытаюсь быть и фронтэндщиком, и бэкэндщиком. Потому что мне нравятся и фронтэнд фреймворки, и бэкэнд, фреймворки вообще без проблем. Почему я чаще всего пишу PHP на первом месте? Потому что я все-таки начинал с PHP, и когда я начинаю вспоминать языки разработки, это первое, что приходит мне в голову. То есть, как-то так. Других причин, почему я оставлю именно PHP на первом месте, это не то, что PHP мне нравится больше, или у меня там больше опыта в PHP. просто так получается. Ну, окей. Вот ты пишешь там Symfony или что-то еще. Ты из Symfony что используешь? Именно API-шку или и шаблоны в том числе, или это от проекта к проекту разница? От проекта зависит. Ага. Всегда зависит от проекта. И тебе и то, и другое там как бы удобно? То есть там все модули окей. А вот ты видишь фреймворки, допустим, есть просто там условные задачи, нужно там из одного сервиса через кавку писать в другой, а этот третий сервис работает со сторонним IP, а кроме этого есть еще там спецтранспортные протоколы государственные какие-то и так далее. То есть мне кажется, в таких ситуациях, как правило, вообще фреймворки сложно использовать. То есть нужно прям, ну, свои какие-то сервисы, микросервисы писать, ну, на голом языке, так скажем, и использовать какие-то, ну, там просто библиотеки. То есть это библиотека там для HTTP-запросов или там микрофреймворк для того, чтобы свои росты как-то там накидать. Или просто там адаптер к кавке или там к консулу, или там к чему-то еще. Или там напрямую небольшой крут сделать там с базой данных, как микросервис, который там торчит не наружу, а только для других внутренних сервисов, которые к нему идут. Вот для этого вообще PHP возможен или нет? Или это уже, ну, как бы больше enterprise и подходят какие-то там другие языки? Просто, ну, то есть, а как правило сейчас, ну, в таких крупных энтерпрайзных проектах бэкэнд – это уже не какой-то один монолит, в котором там вот все такое нагружено и так далее. Там с точки зрения того же Highload и так далее, это разделяют там на микросервисы, они по-разному масштабируются, и вообще там все это по-разному. То есть насколько PHP вообще, он вот, ну, современен для этого. Просто я перестал следить за PHP, где-то, наверное, года полтора-два назад. Вот, и я просто даже сейчас не знаю. Вдруг ты мне сейчас скажешь, что все это стопудово есть, как бы, и даже лучше, чем там на Java или там на чем-то еще. Как вообще? Ну, смотри, действительно, если мы говорим о монолитах, о цельных проектах, уже никто так не пишет. Никто не пишет одним проектом и фронтенд, и бэкэнд, и связи, и API-шку, и так далее. Все пытаются все делить. Делить на модули, делить на сервисы, делить на микросервисы и так далее. Если речь идет о микрофреймворках, то в PHP есть микрофреймворки. Причем даже есть микрофреймворки, построенные именно на Symfony. То есть используют компоненты Symfony. Не проблема. Я чаще всего использую, если мне нужно что-то очень простое, быстрое, и при этом чтобы был какой-то микросервис, который я смогу поддерживать и будет работать только на сервере, я чаще всего использую не PHP, а Node.js, потому что это быстрее, это эффективнее по ресурсам и так далее. Node.js эффективнее по ресурсам? Серьезно? А как же его запускать на кластерах и так далее? Или именно через PM2 в кластерном режиме? Или как? Да-да-да, через PM2 в кластерном режиме. Не самый производительный вариант, как по мне. Если сравнивать опять же с Java-приложениями, которые там отдельно на... кибернетиск кластер развернут, это там прям вообще космос. Как правило, приложения, проекты вообще, которые пишутся на Java, или которые пишутся на C, они всегда быстрее будут. То есть они всегда быстрее, они всегда лучше работают и так далее. Но в то же время можно использовать тот же PHP. Во-первых, проще найти разработчика, во-вторых, проще написать приложение, быстрее и доступнее всегда. То есть я, например, в зависимости от задачи обычно подбираю, ту технологию и тот язык, на котором буду писать. Ну хорошо, еще чуть-чуть в эту сторону. Ты считаешь ли ты, что с течением времени тебе нужно будет учить другие языки программирования, или ты всегда найдешь работу с PHP, и тебе этого будет достаточно? Или ты понимаешь, что может быть сейчас уже посмотреть в сторону Go, потому что на нем опишки быстрее работают, чем на ноде и так далее. Или посмотреть в сторону, я не знаю, скалы, потому что она лучше параллелится на супермногоядерных суперкомпьютерах и так далее. Или как? Или ты считаешь, что вот окей, PHP и да. Это как бы даже не холивар, а на полном серьезе. И я просто сам тоже подумываю вообще, куда двигаться, как смотреть в будущее и так далее. И, ну, интересное мнение и других разработчиков по этому поводу. Ну я очень, ну последний год, два, может, даже уже два года думаю о том, чтобы я знаю, что я хочу изучать новый язык разработки. Но я никак не могу решить, какой. То есть вообще я пробовал Ruby, мне не понравилось. Вообще не понравилось. Так это по сути почти плюс-минус PHP. То есть в нем нет ничего принципиально парадигмального другого. То есть это большая тройка Ruby, PHP, Python. Это три почти одинаковых интерпретируемых языка, которые отличаются только инструментарием. То есть для чего-то исторически написали больше таких-то библиотек, там для Пайтона научных, всяких математических и так далее. А для PHP было больше именно движков шаблонных. То есть, ну, это, ну, не сильно большая разница. А какие еще рассматривал? Я рассматривал Ruby, рассматривал Go. Что-то я еще рассматривал, я уже не помню на самом деле. Потому что все эти попытки, они были очень быстрые. То есть это буквально там пару недель. Почитать документацию, почитать о языке, почитать какие-то туториалы. И мне как-то не заходит. У меня такое ощущение, что это все не то. То есть это не то, что будет развиваться в дальнейшие 5-10 лет, именно активно, именно что-то современное и так далее. Мне это все как-то не близко к душе. Я все ищу то направление, которое меня полностью будет устраивать. Субъективно, конечно, будет устраивать, но я все ищу. И параллельно я считаю, что те языки разработки, которыми я сейчас владею, я считаю, что они будут мне полезны вдалей. Ну, JavaScript в любом случае... Как бы... Ну, я думаю, еще долгое время он будет везде, я думаю, да. И в том числе. Так. У меня есть вопрос. Ты скажи, да, потому что я забыл, что следующее хотел спросить. Меня опять к житейским. Просто интересно, опять же, мы тут портрет разработчика сейчас составили практически с тобой. Психологический анализ. Да, психологический анализ. Что вообще в свободное дело, в свободное время делаешь? Хобби там какие-нибудь? Что вообще? Чем занимаешься? Ну, вот помимо разработки. Даже если ты сайт-проекты делаешь, хрен с ними. Что еще делаешь? Ну, если это отпуск, я стараюсь куда-то выезжать, просто посмотреть какие-то города, пообщаться с людьми, найти новых знакомых. Один ездишь? Да, как правило, один. Не люблю ездить с кем-то, потому что либо я, получается, как нянька, я должен со всеми куда-то паскаться, что-то делать и так далее. А во-вторых, я хочу отдохнуть. Мне нравится именно путешествовать одному, потому что никто на меня не давит, я ни от кого не завишу, я могу делать все, что хочу. Если говорить просто там о выходных и так далее, как правило, я выхожу в город, просто гуляю, зову друзей, сижу в кафешках и так далее. Ты пьешь, куришь? Нет. Ни то, ни другое. Я с 18 лет перестал пить. Ага. То есть, как обычно у нас, как в России, бросают 18 уже, так вот так. Да, где-то в 21 начинают, у нас в 21 уже лечится, потому что, ну, да. То есть ты без вредных привычек такой именно чувак... Нет, я буквально 3 года назад бросил курить. Ага. Сигареты. Да, сигареты. Ты просто в Голландию ездил, я поэтому спрашиваю. Наркотики не употребляю вообще. Ага, хорошо. Слушай, тут только твой инстаграм, осталось уже приводить, потому что, в принципе, такой застоявшийся человек уже знает, что ему как пригодится, без вредных привычек, и постоянно путешествует. Я считаю, это уже практически замануло. Мне это чтобы постоянно, хотелось бы по часу, но получается где-то раз в полгода, раз в 4-5 месяцев. Получается раз в месяц как бы. Раз в неделю. Не, хотелось бы через месяц. Через месяц где-то на месяц оседать, знаешь, то есть поехать в Европу, например, не знаю, в Италию, пожить месяц в Италию, вернуться обратно, поехать в Россию на месяц и так далее. То есть случится... Тебе ближе, конечно, объективно до Италии, чем нам. Чем же в Сильябре. Да. Но согласен. Это не так, что вас спустят, да? Смешно. Кстати, тебе нужны также визы, да? Нет. А, ты Евросоюз? Нет. Что такое? Я не могу угадать. То есть, в смысле, в Европу тебе не нужны визы шенгенские, но в Молдавии они в Евросоюзе находятся? Все правильно. Все правильно. В Европу я езжу точно так же, как в России. 30 дней и обратно. Блин, Саня, может, надо в Молдавию переехать? Ну, есть еще нюанс. Ты, да, ты в Молдову, потому что если в Молдавию, то не пустят. Надо в Молдову именно. Так, какой нюанс? Есть еще нюанс. Нюанс в том, что есть программа для граждан Республики Молдовы, которых там дедушки, прадедушки и так далее жили на территории Республики Молдовы до 40-х годов, они могут получить румынский паспорт. А учитывая то, что Румыния является членом Евросоюза, соответственно, ты получаешь возможность работать и жить в Евросоюзе. Нифига. А у тебя есть такая возможность? Есть такая возможность, и я в ближайшем времени планирую сделать румынский паспорт. Еще хотел тоже про свободное время. Ты что, в кино ходишь, в игры играешь? Что такое ощущение? В игры уже давно не играю. То есть я, когда был помладше, в школьном возрасте, я постоянно играл. Прикладывай Инстаграм. Все 10 из 10. Так, продолжай. Ну, а впоследствии мне стало неинтересно. Ну, то есть я понимаю. Ну, в смысле, кайф от другого стал получать. Даже не кайф, я просто потерял кайф от игр. То есть банальный пример. Два года назад я собирал, моего брата должен был быть день рождения, я собирал мой игровой компьютер. В итоге я его собрал. И надо же его протестировать. Я установил 10 или 15 топовых игр. Поиграл в каждые 5 минут, и мне надоело. Так что вот такое отношение к играм. Ну, а кино? Что, ходил на что-нибудь? Кино периодически смотрю. Периодически смотрю, но только на примерах. Ну, то есть, допустим, вдруг ты сейчас скажешь, что ты смотришь какого-нибудь супер Тарковского, или ты наоборот скажешь, да я Марвел, последний раз скажешь, моя нормальная тема. Ну, я в том числе и Марвел смотрю. Да, да, да. Поскольку я являюсь, ну, если так открыть небольшой секрет, я являюсь фанатом комиксов, определенных комиксов. То есть не всех, не всех линий комиксов, а обычно это DC, немножко Марвел, и только определенные персонажи. И я, соответственно, хожу на Бэтмена, на Супермена, на Мстителей и так далее. Но хожу в кинотеатр не потому, что я очень жду этого фильма, а больше из-за спецэффектов. Потому что обычно на такие фильмы тратится уйма денег именно ради спецэффектов. Ну, просто чисто для фана. Походить, побалдеть. Да, по факту, лишь бы сходить. Ну, грубо говоря. Просто отдохнуть, посмотреть, не напрягаться. Некоторые люди не любят фильмы про супергероев и так далее. Но я их люблю, потому что я пришел на сеанс, я просто это время отдыхаю. Я не напрягаю мозг, я просто смотрю и наслаждаюсь. Все. Ну, что, Саня, ты подготовил что-нибудь еще? А то я уже все. Макс, какой компьютер ты используешь? Мак. Ну, а это точнее. МакБу Про сейчас с 17-го года на 13 дюймов. Почему 13? Потому что у меня есть второй макбук, который сейчас поехал в Италию, поскольку проблема с бабочкой. И надо... Почему в Италию? Потому что у нас есть, у нас нет официального сервиса, но у нас есть официальный представитель Apple. И официальный представитель отказался мне чинить клавиатуру, поэтому я договорился с человеком, чтобы он выходил с Виталией и починил его в Италию. Если по гарантии, то окей, если нет, то тоже за деньги тоже в Италии не проблема. И там у меня тоже с 17-го года 15 дюймов, 16 кг оперативы, ледюха, все как надо. А второй ты купил как докатку или у тебя просто их два на всякий случай? Временный. Временный. А, то есть ты его потом куда-то продашь? Либо продам, либо отдам. Инстаграм оставляй. Кто-нибудь примет удар, наверное, да. Не, обычно я отдаю либо друзьям, либо близким родственникам, папе, брату и так далее. Ну, если говорить о технике. Мало ли, кто захочет стать твоим близким родственником в этой жизни. Всякое бывает. Тем более из Молдовы можно хоть куда ехать, поэтому я тут подумал. Тем более тут румынский паспорт нахухливается. тут в принципе, да. Ну, подожди, и ты убежденный маковод с какого-то года? Ну, последние года четыре. А телефон у тебя Android, iOS? Android, Android. А как так? Простите. Что? А как так? Я не переношу айфоны вообще. Они для меня неудобны. Для меня смартфон это устройство, которое в случае необходимости я где-то в городе, чтобы я мог сделать все, что угодно. Вплоть до того, что, я не знаю, включить терминал, зайти на сервер и что-то перезапустить или еще что-то сделать. Кастомизировать, как я хочу и так далее. В iOS у меня слишком много вещей, которые меня не устраивают. И казалось бы, типа, откуда ты знаешь, у тебя нет айфона. У меня есть айпад. И за последние три месяца меня айпад просто замучил своими багами, глюками и так далее. Фризами. У тебя не второй айпад, наверное? У меня последний айпад. А, про? Да. Но не на 10 дюймов или сколько? 10,5. Там их два. 12, 10,5 и какой-то еще маленький там потом прошечка. Ну вот есть 12, я взял себе поменьше. Ну, я понял. Про. 10,2 он по-моему был. Ну, слушай, на нем вообще все летает. Ты че? У меня у бати такой. По-моему, там даже же 100 там с лишним герц. То есть там вообще-очень все плавно, быстро. там вроде 120, но у меня постоянно какие-то баги. То есть я, допустим, пытаюсь, во-первых, Face ID я не понимаю, как люди им пользуются. Он у меня постоянно тупит. Мне надо прям приложиться к нему, чтобы он понял, что это мое лицо. Либо я так плохо выгляжу, либо что-то не так работает. Во-вторых, у меня за последние пару недель постоянно глюк, это если я беру в спящем состоянии планшет, и иногда, если я его поворачиваю и пытаюсь разблокировать, он не разблокируется. Просто ничего не происходит. Мне надо его перезагружать, и тогда все работает нормально. Очень странно, и таких нюансов очень много. Я верю, на самом деле. Я, конечно же, тоже верю, но вот, например, XS очень стабильно работает с Face ID, иной раз не хочешь разблокировать, а все равно разблокируется, потому что ты уже супер краем глаза посмотрел. Я тоже хотел сейчас как раз к тому и сказать, айфоны более ликвидный продукт, возможно, под них прошивку отлаживают более как-то лучше, либо там железо получше, хрен его знает, все может быть, хотя вроде оно там зеркалится, и из айфона оно потом перетекает в айпад, но как бы кто его знает, как оно там на самом деле происходит. Слушай, ну вот тут уже встает на места, когда меня оно начало не устраивать, и тогда это уже прям, да, это уже звучит. А подожди, а какой у тебя Android? Honor или Samsung? У меня Xiaomi. Xiaomi Mi Mix 2, S с керамическим корпусом, ну, за этой частью. Да, Mi Mix это дорогой, хороший. Не, он не дорогой, почему? По сравнению с айфонами вообще копейки стоят. Подожди, но он все равно долларов 500-то стоит. Я его купил за 350, новенький. Блин, значит, Mi Mix'ов много разных, потому что, ну, или там несколько диагоналей у них там, или что-то такое. Ну, зависит еще, когда покупаешь, понимаешь, что если ты покупаешь прямо через месяц после релиза, да, он будет 500-550. Если покупаешь через 3-4 месяца, то он намного дешевле. Если по скидке на лунный фестиваль или какой там у китайцев праздник, то как раз 350, я понял. Ну, в том числе. То есть, почему все так хвалят, ну, одна из причин, почему мне все хвалят айфоны, это то, что они не так падают в цене. У андроида точности да наоборот, цена очень быстро падает. Ну, кстати, да, это правда. Слушай, ну, к самому главному вопросу, во-первых, сколько ты зарабатываешь, но я не буду тебя просить точную цифру, это как-то не очень вежливо, а мы все-таки вежливые пацаны. Это больше 4 тысяч долларов? Это в районе. Ага, в районе 4 тысяч. PHP-разработчикам тоже можно зашибать. Вопрос просто с кем договорился, так сказать, и как договорился? Ну, не просто PHP, а больше full stack, потому что, ну, задачи бывают разные. Если бы я был просто PHP-разработчиком у данного клиента на данном проекте, я бы получал бы меньше. Так как я все-таки full stack и занимаюсь разными задачами, в том числе и front-end, и front-end framework и так далее, я получаю чуть больше. То есть я все-таки full stack. И к тому же это это та зарплата, которую я считаю, что нужно больше. Потому что нужно больше, потому что, грубо говоря, полтора года назад я работал сначала с голландцами полгода, потом с французами несколько месяцев, и зарплата была на порядок больше. А почему ушел? Проекты наскучили? С французами была проблема, это если помнишь, Англия хотела выходить из Евросоюза. И по-моему все еще хочет, но допустим, так. И им пришлось, это была французская компания, но она была, получается, французская, английская, что-то типа того. Им пришлось закрывать компанию и переоткрывать ее. Соответственно, у них приоритеты что-то изменились после того, как они закрыли и переоткрывали компанию, поэтому больше мои услуги не потребовались. А голландцы, это была молодая компания, которая получила деньги от инвесторов, просто потратила их просто в никуда, там инвестиции было порядка пяти миллионов евро, они их потратили там на дома, офисы, машины, и в итоге они объявили себя банкротами, потому что все, что они купили, банк забрал им. Ну классика, да. То есть не только в России такое бывает. Конечно. Конечно нет, ты что, офис в Москва-сити с маками про 5К и потом хоп и что-то стартап не взлетел. Да, да, да. Это классика. Просто может быть это так, я уже не помню, что может быть. Ну окей, то есть ты сейчас в поисках в этом смысле. Да, да. В том числе из-за условий работы. Меня они не устраивают, поэтому я потихонечку не спешу. Поэтому выгорание, я понял, почему выгорание. Именно поэтому. А у тебя есть вот эти программы, которые скриншотят, там следят, что ты делаешь? Да, в том числе это просто ад. То есть меня на самом деле не напрягает, что если кто-то бы меня контролировал. Но само наличие программы, понимаешь, это меня очень сильно напрягает. Я не знаю, я не могу работать все время, ну все 8 часов. То есть у тебя почасовая типа, да, оплата? Да, получается почасовая, но меня напрягает само наличие таймера. То есть не то, что он считает, что ты и так далее. То, что он есть. И на меня это как-то психологически давит. А во-вторых, он делает скриншоты. А для меня, поскольку это мое личное устройство, то есть мэкбук это мой личный девайс, для меня это нарушение моей конфиденциальности. То есть моего личного пространства. Потому что мне иногда кто-то пишет. Это все скриншотится. Мне это не нравится. Подожди, а эта программа, она оба монитора скриншотит, которые подключены или как? Да, да. Тут просто надо другой компьютер как бы открывать, так сказать, и на нем уже... Так вот, вырезали. Ну да, согласен. Ну, это плохой вопрос, конечно. Какой нюанс? Расскажи. Есть еще нюанс в том, что данный трекер, если ты 10 минут ничего не делаешь, не касаешься текпэда, мышки... У тебя хабстав, наверное, какой-нибудь, потому что у меня был хабстав. Ты угадал. Да, да. То есть ты хочешь подумать над чем-то, да, он просто отключает таймер. Ну да, там есть такая тема, типа он уходит в режим ожидания и все, у тебя не считает. Главная проблема даже не в том, что ты типа не нарабатываешь на 8 часов каждый день, потому что типа сложно в принципе вот взять и 8 часов по таймеру отхреначить на самом деле, как оказалось. И ты нарабатываешь по 6 часов, а у тебя потом насчитывается и в конце зарплата в итоге минус 1000 баксов, условно говоря. Ну если пересчитывая там на твою зарплату. Ну то есть это не очень приятно вообще. Да, все верно. Во-вторых, если ты там задумался или недостаточно активно ведешь разработку, это тоже учитывается. Там показывается еженедельный веб-пак, надо возякать мышкой, надо нажимать кнопки, да, это все оно, да. Да уж, душ от нашего брата. Я, да, это одна из причин, по которой я отказывался от пары работы, потому что там был хабстав и еще какая-то хреновина, там какой-то аналог. Но мне пришлось. Мне пришлось, потому что после голландцев это было неожиданно, они ванкротились очень быстро. Причем они меня кормили обещаниями, хотя не всегда мне платили прям в срок, то есть я попросил, они заплатили, я попросил, заплатили. Но когда они ванкротились, они меня еще пару месяцев кормили обещаниями, у меня долги, и я не знаю, что делать, я такой, окей, надо быстро найти работу. У меня было два предложения, и вот на второе я согласился, но было условие именно в хабставе. Но у меня как бы выбора не было, поэтому я... Ну подожди, 4 тысячи долларов в Молдове, я так понимаю, можно каждый день здание покупать какое-нибудь, или нет? Нет. У нас, конечно, все дешевле, чем у вас. То есть у нас, например, однокомнатная квартира можно все 20-25 тысяч евро купить. У нас машину, только за эти деньги можно купить, но да. Ну подожди, нет, однокомнатную в Челябинске, разумеется, можно взять. Во-первых, это от района зависит, если ее можно и за 15 взять, если это суперпригород. А, ну знаешь, где-то примерно так. Нет, по челябинским меркам, да, по московским мы не будем сравнивать, потому что это... А зачем? Да, там вообще там другая жизнь. Вот, просто ты говоришь, долги. То есть за два месяца прям совсем ты пострадился, хотя, казалось бы, если бы ты, по идее, там как-то жил, откладывал, то ты мог бы так еще год жить. Да, если бы откладывал. У меня получилось так, что как раз в тот год было очень много затрат. То есть я там, ну если в двух словах, то я делал там операцию на зрение себе, то есть я делал коррекцию зрения. У меня было несколько поездок, несколько покупок, я макбук купил и так далее. Это во-первых, во-вторых, когда ты привыкаешь жить с одной зарплатой и вдруг это пропадает, и тебе обещают, что все будет, то тебе проще взять долг на 500-600 баксов и типа жить дальше. Если бы мне сразу сказали, что типа селеви, тебе денег не будет, то обстоятельства были бы совсем по-другому. Ну да, согласен. Жизнь это жизнь. Конечно, да. Ну, Никит, ты можешь еще какие-нибудь завершающие вопросы сказать, и я бы к темке тоже переходил. Да, у меня завершающий вопрос. Надо какие-то твои контакты оставить, Макс? Или просто мы анонсируем, что у нас гость? Или нам, допустим, на твою инстаграм твою оставить? Тебе как? А ладно, не надо. Контакты не надо. Это не обязательно. Мало ли. Я же не пришел пропиариться. Ну, я понимаю. Да ну, на всякий случай. Нам как бы вообще не жалко. Просто хотя бы хоть как-то. Я-то даже и настаивал бы хоть что-нибудь оставить, чтобы мало ли у кого работа есть по PHP. Я не знаю, ну, мало ли. Хотя мы можем и сочетать телеграм твой дать, или это как раз не нужно? Вот это как раз максимально. Телеграм — это стопудово личное дерьмо, а вот что-то такое более формальное, может, LinkedIn, я не знаю, насколько это в Молдове вообще используется. Конечно, используется. Потому что у нас-то это заблокированный ресурс, поэтому у нас-то не используется вообще. А у нас слишком часто используется. То есть, грубо говоря, я раз в неделю захожу на LinkedIn проверить сообщения, ответить и так далее. И у меня приходят очень странные сообщения. Реально очень странные. То есть, сегодня, грубо говоря, сегодня мне написал HR, он ищет разработчика на Java и на Python. Я спрашиваю, ты смотрела мой профайл? Я говорю, да, я смотрела. Говорю, и что? Говорит, вы не хотите? У меня там везде PHP, у меня там везде JS и так далее. Зачем она мне пишет? Непонятно. Потом некоторые ищут мидлов или джуниоров и пишут мне почему-то. Ну, и моим коллегам точно так же. То есть, многие просто как маршару, да. Просто хотят, чтобы у них был классный специалист и, ну, типа, еще и как джуниор его устроить. Да, хотят качественно и дешево. Это прям про Молдову. Да и про Россию. Чего уж так? Так, господи, это и про Microsoft, который индусов покупают. Ну, хотя они, наверное, не строят иллюзии по поводу качества, но то, что они хотят дешево, я думаю, это стопудово. Ну, круто, Макс. Было приятно поболтать. Расскажи хоть, что принес нам. Теперь ты, как гости в Поле Чудес, я не знаю, у вас Поле Чудес в курсе, ты должен банку с оленями нам теперь какую-то оставить в музей. PHP 74 это банк о с оленями. Вот да, да, да. Ну, начинается сразу банк о с оленями. На самом деле, вот мы обсуждали PHP, насколько он сейчас популярен и имеет ли он место вообще на существование и так далее. Для меня с выходом PHP 7.0 и дальнейшей версии это вдохнуло, ну, по моему мнению, вдохнуло новую жизнь в этот язык разработки. Потому что много чего было, много функционалов было убрано, которые не нужны просто, которым никто не пользуется. Много новых фич, повысили скорость и так далее. И сегодня я хотел бы обсудить тему по поводу PHP 7.4 и что нового будет в PHP 7.4. Да, в том числе релиз, уже официальный релиз PHP 7.4 он планируется уже в декабре 2019 года. То есть совсем скоро. То есть мы должны уже готовиться. Причем, я так понимаю, 5 июня темка была, это значит, они давно анонсировали на VIO. Но вот в декабре как раз выгодят. Да, да, да. То есть, ну, надо понимать, что в PHP большинство функционала, оно решается методным голосованием. И, соответственно, каждый релиз сначала голосуется, потом реализуется, потом обновляется, тестируется, бета и так далее. И как раз в декабрю, в течение полгода обычно выходит каждая версия. Но PHP это же open source, то есть нет какой-то компании, как Facebook, которая развивает PHP, если там, как Oracle с Java. Да, да. Окей. Все верно. Все верно. Поэтому есть столько этапов. Но, тем не менее, версии не так быстро выходят, как для Node.js. Потому что, например... Там, да. Там, пока мы разговаривали, одна вышла минорная. Да, да. Не факт, что минорная. Кстати, да. Я просто помню, как я начинал изучать Node.js. Это была версия 4 с копейками. Потом через пару месяцев я смотрю, уже шестая. В смысле, что происходит? Они в какой-то момент начали свитчиться и очень быстро выпускать. То есть, там первые несколько 0.9 были, потом, хоп, оно поперло, 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 и за это же время вышло еще 12. Так что, да. Да, да. Вот. И в новой версии PHP будут несколько новых фич, например, стрелочные функции. То есть, если мы говорим о стрелочных функциях, для меня всегда это было странно в PHP, потому что, когда я первый раз с этим столкнулся, я смотрю и думаю, что это взято из JS. Почему это выглядит именно так? Это должно выглядеть по-другому. В итоге, это будет упрощено. Упрощено в несколько раз. То есть, у нас будет просто вызов функции с сокращением через стрелочную функцию. Ну, то есть, как в современном JS сейчас. Будет типизирование свойств. Это как в C или в Java. То есть, это уже давно там есть. В PHP это только сейчас пришло. И я очень рад, что это появилось. Для меня это решит уйму проблем просто. Я больше чем уверен, что какой-нибудь переход будет болезненным. Наверное, Legacy код отвалится. Или там оно будет не так как-нибудь чужее. Нет, весь старый код будет работать точно так же. То есть, тебе это не обязательно. Ты можешь не указывать типизацию. То есть, это не обязательно. Но если ты указываешь, соответственно, да. Это будет уже работать. А приведение будет происходить? Потому что раньше можно было тип указать, просто чтобы явно привести к нему. А в данном случае ты указываешь и будет type error? Нет, в этом-то и плюс. В этом-то и плюс. И это одна из тех причин, почему я рад, что это будет. То есть, если ты указываешь, что type будет у тебя int, но при этом передаешь, допустим, строку-единичку, то будет, тип будет трансформироваться. То есть, он будет трансформироваться в int. Так, а это и плюс, и минус. Вдруг приведения некорректно сработают, и тогда, ну, непонятно. Ну, это надо пробовать. Это я не знаю. Это именно уже вопрос. Потому что, если бы вылетел type error, это было бы честнее, ты бы просто исправил, и все, на этапе, так скажем, компиляции. Насколько я знаю, ты просто указываешь настройку в PHP, и нешь, что у тебя строгая типизация идет. Есть или не стрик, я понял. Но это круто, есть выбор, это круто. Ну, как правило, все пишут без стрик. Так что, вот так вот. Дальше у нас присывание оператора с нул. Это буквально недавно как раз я думал, почему эту конструкцию не упростить. И как раз через пару дней я вижу эту статью и понимаю, что они упростили, молодцы, это очень удобно. Потому что постоянно повторение кода, как в примере, например, ты хочешь сравнить переменную, если это переменен нул, установить другую. Тебе не надо ее переназначать два раза. Ну, используя два раза одну и ту же часть кода. Ты делаешь это один раз. Это очень удобно, очень классно. Оператор распаковки массивов это практически точно аналог как в современном JS. То есть, работает точно так же, выглядит точно так же. И на самом деле очень многие функции, я смотрю, очень многие фишки, которые появляются в PHP 4, и в дальнейшем будут появляться, если посмотреть по вопросам. Некоторые синтетические решения, они взяты именно из современного JS. Слушай, ну вот этот присваивающий оператор с объединения с нул в JS бы сильно пригодился, а вот он в Kotlin есть, например, в Java. Поэтому тут опять же, видимо, не только из JS они это взяли. Я бы в JS от такого не отказался, был бы вообще кайф. Да, ну это выглядит на самом деле элегантно, на мой взгляд. Самое главное, просто тупо меньше кода. Оно интуитивно понятно, и реально тут как бы строка меньше. Потому что из тернарника в противном случае можно там сложить иногда целое стихотворение с пятиступенчатым ямбом, и оно потом не рида было вообще, а здесь это, конечно, свернется и будет классно. Ладно, не перебивая. Да, при том, что код остается точно так же читабельным. То есть он не теряется. То есть как разработчик я сразу понимаю, что происходит, как происходит и так далее. При этом меньше кода. Это правда, да. Это просто гениально. Так, дальше у нас предзагрузка. Теперь PHP можно заставить работать чуть в другом направлении. То есть если ты работаешь с фрейморками, например, у тебя есть куча вендоров. Часть из этих вендоров ты можешь предзагружать. Предзагружать систему. То есть они не будут загружаться каждый раз при каждом запросе, при каждом реквесте к серверу, к PHP, FPM и так далее. Они будут заранее использоваться уже загруженной в память и тем самым производительность вырастет. Но тут есть и большой минус. Это в том, что при каких-то изменениях на сервере тебе надо перезапускать полностью весь сервер. в некоторых проектах это весомый минус. Так как в JavaScript, если у тебя вебпак запущен, ты меняешь конфиг вебпака, пока ты его не перезагрузил, он не будет подхватывать изменения конфига и это каждый раз боль. Если об этом забываешь, конечно, тогда да. Да, да, очень похожая ситуация. Или, например, если в докере ты делаешь синк, ну, монтируешь фолдеры с параментом кэшт, то если ты хочешь что-то поменять, тебе надо перезапустить докер, ну, контейнер. Ты нас спутал с подкастом LinkMeUp, где девопсы сидят. В этом мы не сильно разбираемся, но да, допустим. Вы не используете докер? Используем, но не настолько, чтобы прям перезапускать контейнер. Мы их используем для того, чтобы открыть. Там есть какое-то окружение, докер компоуз сделали, оно работает, мы к нему доступаемся, из него что-то делаем, все, закрыли докер, окей. А у вас не бывает таких случаев, когда у вас, ну, процесс разработки, ну, загрузка страницы, например, она слишком долгая? Бывает, конечно. В докере обычно мы опишку разворачиваем, а не само приложение. Поэтому тут как бы это типа эмуляция того, что сервер с API у нас где-нибудь во Владивостоке находится, окей, там на 20 миллисекунд подольше подождать. Так, чтобы прямо сама прилага крутилась в докере, это, конечно, боль. Я так делал два проекта назад и перестал сразу же делать, как только туда пришел, сказал, чуваки, нет, это полное говно. Мне не впадло поднять здесь ноду, и там и Mongo и что-то еще. Блин, был у меня вопрос, какая твоя любимая база данных. Ладно, это я потом на бис спрошу. Mongo все правильно. Ну, хотел узнать почему. Я видел в резюме, что там много Mongo, хотел узнать почему, но давай, сначала закончим про PHP. Окей. А дальше у нас ковариантность и контравариантность. На самом деле, похожая фича уже есть в PHP, но она относится только к эксепшнам. То есть, ты можешь разный тип эксепшнам кетчить, и в зависимости, ну, соответственно, и парент, и чайлд, и так далее. То есть, разные уровни наследования. Но это никогда не относилось к типу данных. Сейчас это будет относиться к типу данных. То есть, ты можешь указывать тип данных чайлда этого класса, либо нативный тип, например, там, object, или int, и так далее. Это тоже очень удобно. Прикольно, да. Да, и также у нас появилась сериализация объектов. Если я, вот как только читаю эту часть статьи, я сразу вспоминал свои первые проекты на Symfony. И для сериализации данных мы обычно использовали отдельную библиотеку Serializable, которую мы экстендели и, соответственно, реализовывали точно те же самые Serialize и Answeralize методы. Теперь это встроено. Теперь отдельных сторонних библиотек нам для этого не нужно, сторонных вендоров. Также поменялись приоритеты операции при конкатинации. Не совсем понимаю, в чем логика, возможно, это надо попробовать, чтобы понять. Но теперь конкатинация будет работать по-другому. в целом. То есть, в целом. Ну, слушай, это здесь просто пример, по-моему, неудачный. Если поменять местами, то уже станет понятно, что... почему? это надо просто попробовать. Надо попробовать, пока я не понимаю, как это работает. Я понимаю, как это работает, и не понимаю, зачем это нужно. Там еще про PHP 8 вдруг начали говорить. Это в будущем. Это все в будущем. Ну, как в будущем? Через пару дней. Вот, да, в отличие от ноды хотя бы пару дней, это точно. Да, да, зачем каждый час? Так. Дальше у нас магический метод toString классу. Теперь можно качать из него exception. Раньше это не работало так, как надо. Сейчас можно качать exception, потому что в toString тоже могут происходить ошибки, тоже могут происходить, выполняться не так, как нужно, и все, теперь это можно качать. Дальше, ну, дальше в основном функции не такие уж важные. Ну, может, не то, что важные, для меня они не очень полезны, скажем так. То есть, например, разделить числовых литералов только для читабельности нужно, по мне. То есть, через underscore указывать int, float и так далее. Ну, слушай, это да, это при работе с разными системами счисления стопудово было бы актуально, но я, честно говоря, слабо представляю, вообще в прикладном программировании это зачем нужно. Ну, то есть, в реальных задачах. да, я об этом уже. И по поводу террации, то, что ты говорил, что можно сделать колбасню, вот как раз вот тут по-другому будет выполняться террация. То есть, теперь ты обязан указывать скобки, иначе у тебя будет хиру. Сейчас это будет диприкейт, а в дальнейшем это будет хиру. Это круто, потому что надо заставлять плохих разработчиков хотя бы наполовину плохо, чтобы это выглядело. Согласен. Но на самом деле я не люблю такие длинные тернарные операторы. То есть, есть случаи, когда реально можно использовать более короткий вариант. Да слушай, честнее три ифа сделать. Они будут более громоздкие, но хотя бы не взорвут мозг. И хотя бы даже сам этот разработчик сто багов ни на одной строке не сделает, просто потому, что он вместо одной строки напишет пять, но там хотя бы будет очевидно, что он неправильно условия как бы сделал, и да. Согласен. Я вообще всегда стараюсь описывать именно условия полноценными. То есть, стандартными ифами, else-ами, else-ифами и так далее. Но иногда все-таки есть смысл писать какие-то сокращенные формы. Ну, разумеется, в присваивании я часто это делаю. Обычно да. Либо в присваивании, либо в каких-то массивах, когда тебе нужно какой-то флаг вернуть или что-то подобное. Ну да, да, кстати. И вот так. Это получается вся статья. Не особо позитивно у меня получалось. на самом деле нормально. Ты зря. Это тебе так кажется. Мы еще туда Drum'n'Base подмонтируем. Именно под эту статью, да. Я хотел, короче, очень такой тебе дилетантский вопрос задать. Многие люди по снобам, особенно чуваки, которые даже, возможно, не касались PHP, говорят, что вот, типа, что это PHP? Это беспонтовый вообще язык, типа, отстой и все такое. И вообще, типа, ну, зачем его учить? Для детей надо там учить какую-нибудь там Java условную. Причем сами, естественно, не учат ни то, ни другое. Сами, естественно, пишут на PHP. Потому что ты, как бы, да, о чем думаешь, ты и пытаешься говорить так. Да, мне интересно, вот твое мнение, все-таки PHP это серьезный язык, максимально конкурирующий с самыми такими языками, которые, как они, исполняемые? Вот. Но или это, ну, типа, с этого можно съехать на более крутое что-нибудь? Вообще, я в разработке всегда стараюсь придерживаться принципа того, что для каждого, для каждой задачи есть свое решение. Соответственно, и для каждой задачи есть свой язык разработки, свой фреймворк, своя библиотека, свое решение, паттерны и так далее, алгоритмы. Я считаю, что с PHP очень просто начинать. Ты можешь очень просто начать на PHP, понять вообще твою это или нет, уйти на другой язык или вообще уйти в другое направление. Не проблема. Я знаю людей, которые начинали изучать PHP, полгода, год работали, в итоге уходили в другие, ну, грубо говоря, в эту же сферу, но в другие должности, не занимаясь программированием, то есть они занимались там QA и так далее, более простыми вещами. Либо там в PM некоторые уходят. То есть, почему нет? Это имеет место быть. Конкурентоспособный? Да, я считаю, что PHP конкурентоспособный. Если сравнивать, если выполнять какие-то тесты, сравнивать языки, то, возможно, в каких-то моментах, ну, большинство даже моментов будет проигрывать другим конкурентам. Но я считаю, что он имеет право на существование. Я считаю, что он развивается и будет только лучше со временем. То есть, ну, тут не то, чтобы это сейчас мы про загибающуюся технологию говорим, которую никто уже не использует, а это все-таки язык, это все-таки инструмент в первую очередь, который надо применять в правильном русле. Но мы это, кстати, на самом деле много раз с Саней говорили, опять же, у нас же тоже были эти темы про то, что вообще PHP должно жить или нет. И мы тоже это говорили, так что, в принципе, сходятся мысли у гениальных людей. Не, ну, просто я вспоминаю, года два-три назад все же говорили, что все, PHP умирает, никому он не нужен. И вышел PHP 7 и как-то чуть-чуть все ожило, и меня это радует. комьюнити чуть ожило. Ну, реально производительнее стало. Это просто стало видно по даже тем нашим сайтам, которые на WordPress все еще есть. Реально на PHP 7 стало сильно лучше, не меняя там хостинг, не перенастраивая веб-сервер, все открывается сильно быстрее, поэтому это, конечно, сложно не заметить. И это, наверное, как-то натолкнуло людей на мысль, что, наверное, что-то еще может быть. Вот. Но, насколько я знаю, доля, разумеется, падает, то есть, ну, это не неоспоримый факт, но, в общем и в целом, это не значит, что она упадет в ноль, как бы куда-то сгинет, что там не будет работы и там чего-то еще. Это, разумеется, глупо, поэтому, да. Позиция, конечно, популистская, но объективно неправильная. Ну да, мой вопрос на БИС по поводу базы данных. Почему Монго? Если простой ответ, то я не знаю. Мне просто очень понравился Монго. Мне очень понравилось представление данных именно в Монго. То, что ты, ну, я, во-первых, познакомился с Монго примерно тогда же, когда начал изучать Node.js, там, с Экспрессом, с Монгусом и так далее. И мне понравилось то, что практически те же данные, с которыми я работаю в коде, примерно они так же выглядят и у меня в базе. Это если просто объяснять, просто отвечать. Я согласен. Это мне по этому же поводу она сильно нравилась. А потом я столкнулся с необходимостью какие-то миграции написать, чтобы часть каких-то данных изменить, которые уже были до этого, так сказать, в Legacy схеме. Несмотря на то, что в Монге скимал из дизайн, я думаю, почти все, кто с ней работает, использует какой-то адаптер типа Монгуз, ну, для рода, например, который там типизирует схему и, ну, не получается там всякий бред хранить там, где ты не задумал хранить этот бред. То есть не так, что там где-то строка в поле, в следующем документе там уже массив, а еще в следующем там уже объект с массивами. Вот. То есть да, это все равно как бы типизированная схема, но вот именно когда написать нужно миграцию, что смена схемы какой-то, я реально не нашел инструментов нормальных для миграции в Монге. Вот. Это прям реально была проблема. И также я разговаривал с разработчиками, с коллегами по поводу того, что у них очень часто был момент, что она после ребута падала и невозможно было восстановить данные. Вот. Это, конечно, это был странный момент. То есть она действительно удобная, похожая и так далее. Но опять, когда начинаются сильные связи, ну то есть то, чтобы в реляционных базах ты сделал через нормализацию, через четыре промежуточных таблицы, здесь тебе либо нужно было дублировать вложенность в двух местах и как-то на уровне приложения ее синхронизировать и следить, что если ты изменил в одном месте, то оно должно измениться и в другом. Либо у тебя начинался ад с тем, что может быть рассинхрон между разными частями приложения и так далее. То есть это, конечно, я, к сожалению, для себя и для Монги в тот момент убедился, что она не для всего опять же подходит, как ты и говорил, инструмент это инструмент, потому что для каких-то таких более крупных вещей, чем прототип, начинаешь упираться именно в какие-то такие... Это просто на самом деле особенность новых SQL-баз данных, это даже не столько особенность Монги, сколько особенность всей такой группы баз данных, но да, что ты по этому поводу скажешь? Я абсолютно согласен. По мне так нужно изначально исходить из задачи, которая тебе нужна. Если ты знаешь, что у тебя будет много релейшенов между таблицами, между инстансами, не инстансами, а представлениями и так далее, то тогда я все-таки считаю, что нужно брать какие-нибудь SQL-базы данных. Если у тебя будет их по минимуму и тебе проще и удобнее будет хранить все в одном документе, в одном объекте, в одном JSON и так далее, то тогда бери Mongo.js. Вообще без проблем. Ну вот да, примерно это... А для кэша Монго или Redis? Для кэша? Ну, я обычно использую Mongo. Хотя, насколько я знаю, насколько я общался с ребятами, у меня просто мало опыта работы с системами кэширования через Redis, через Mongo, буквально несколько проектов, несколько случаев. Но, исходя из общения с ребятами, с более опытными коллегами, большинство из них выбирает Redis. Ну вот да, просто я тоже с этим сталкивался с моментами и под Redis тупо просто уже написанные решения, которые его используют как базу для кэша, поэтому да. Ну и опять же... Я хотел воткнуть немножко пять копеек классические, что... Хотел воткнуть, это круто. Да, что наоборот, многие... Сначала, мы помнишь, когда еще Mongo изучали на курсах, вот на онлайновых, типа думали, что это великая, божественная тема. А потом, через какое-то время чуваки стали плеваться очень сильно от Монги, которые, знаешь, именно любят, чтобы можно было не всякую хрень, короче, пихать в базу данных, а именно строгую хрень можно было пихать в базу данных. И многие, наоборот, отказывались в пользу Postgre, например. И, короче говоря, я заметил, наоборот, что к Монге стали хуже относиться, чем раньше. Раньше это было, типа, бум, новое сколи решение. А потом стали, да не, вот давайте вместо Монги лучше Postgre сделаем. Ну, действительно, это был бум, и всем нравилось, пока это был, опять же, бум. То есть, когда ты начинаешь, ну, когда ты начинаешь изучать любую технологию, ты, как правило, изучаешь каких-то тестовых проектов. То есть, ты создаешь, там, тудулист, не знаю, там, маленькие проектики, есть в нескольких файлах, и так далее. Тебе все устраивает, все работает хорошо. Но когда у тебя большой проект, и ты вспоминаешь, что у тебя есть Монгу, и пытаешься ее прикрутить, и понимаешь, что у тебя все работает не так, как надо, конечно, ты будешь плеваться на данную, данную пост. Это со всеми технологиями так. В том числе и с Монгу. Просто надо заранее знать нюанс. Если ты, если у тебя есть необходимость прям в строгих типах данных, если у тебя много, много релэйшнов среди таблиц будет, ну, среди сущностей будет, среди моделей, записей и так далее, то, скорее всего, тебе Монгу не подойдет. Ну да. Заранее знать нюанс. Это то, что отличает сеньор-разработчика от не сеньора. С нами был как раз сеньор-разработчик Макс. Макс, спасибо тебе огромное за этот опыт. Ты стал примером. Это действительно очень круто. Большое спасибо. Да, на самом деле, ты у нас практически первый. Я не шучу. Какого смысла? Ну, то есть, у нас до этого были гости приглашенные. Буквально два. Их было разных. Вот. Но ты у нас именно как полноценный патрон и как чувак, который свою темку принес именно вот нам донес. Причем разработческую темку, вот что важно. Самое главное. И именно ты разработчик. То есть, у нас вот такой комбинации у нас еще не было. То есть, я надеюсь, что даже не денег ради, а вообще, в принципе, для общения и для слушателей будут чуваки еще приходить. И на самом деле, если нам понравится это все, то будем продолжать и будем тебя звать и даже твою дорожку, аудиодорожку. Что ты заражал? Если нам понравится, хотелось добавить. Ну, пока не нравится, но вдруг как бы на следующих. возможно, что-то вырежем. как он будет. Не, на самом деле, спасибо, ребят, большое. Получилось так, что мы больше общались, все, мы посужали тему. На это все и рассчитано было. Похрен на тему. Возможно, что это и лучше. По Сереже Мезенцу люди, они интереснее, чем там знаменитости, и поэтому я рад, что ты не знаменитость. Ты обычный человек, с тобой было здесь не приятно поговорить. Это да, это до того, как ты свой инстаграм, конечно же, оставишь. Поэтому тут вопрос такой. Да, спасибо тебе и за поддержку на Патреоне. Самый-самый на бис. Как вообще один совет, который бы ты нам дал по развитию Патреона? Не знаю. Ничего не хватает. Или что самое классное хотя бы. Ну, то есть, что-то одно, чтобы ты хотел отметить, чего не хватает или что тебе больше всего нравится. Я не думаю, что чего-то не хватает с вашей стороны. Патреон это такая платформа, что не все обращают на него внимание. Поэтому те люди, которые слушают, будут слушать нас, я советую все-таки подписаться в Патреоне. Купленый. Все правильно. Не, не купленный. Как договорились. Почему нет? Нет, почему нет? Никто не говорит, что он должен донатить по 60, по 70. может один раз донатить доллар, полдоллара или сколько там можно минимально. Почему нет? Я почему вас начал поддерживать? Потому что я начал слушать ваши подкасты. Я понял, что вы простые ребята, которые просто решили делать что-то вам интересное. И то, что было вам интересно, стало интересно для других людей. Я решил вас поддержать. Потому что мне это все близко. Мне ваше отношение к подкастам, к развитию, оно мне близко. То есть у вас нет каких-то инвесторов и так далее. Инвесторы в данном случае это патреоны. Поэтому еще раз люди подписывайтесь в патреон. Те, кто категорически не хотят подписываться, подписывайтесь тем более. Да, согласен. Попробуйте, переборитесь. Это как фильм «Оно». Надо свои страхи переборовать. Все правильно. Я согласен. Никто же не заставляет, но лучше подписывать. А ты, Макс, какую футболку выбрал в голосовании? Тебе цвет или размер? Ну, в смысле, размер не важно. Цвет и размер логотипа. Твой размер, мы понимаем, 3XL. По голосу слышно. Нет, я имею в виду размер логотипа. Ну, и то, и то, да. Прям вот как то. Если из всех шести футболок мне понравилась черная футболка с большим логотипом и фиолетовая, сиреневая. То есть, это большой логотип, Сань. Мы, походу, что-то не понимаем. А можно сделать по-другому. Вы можете сделать сзади большой логотип, спереди, маленький, просто через бок. И по бокам. Это уже точно безвкусно. Еще на рукавах два логотипа. И на воротнике один сзади маленький. Большого такого пола мужика такого с клюшкой, как раз. Да, да. Полный Ральф Лорен. Ну, да, это... Ну, слушай, мы учтем твой фидбэк, потому что, в общем и в целом, нас действительно этот вопрос беспокоит. Нас остальное просто фидбэк не интересует, в общем-то. Как бы остальное вырежем, да, я уже понял. Ну, кстати, а между пауэрбэнком и наушниками, или за такое ты вообще не голосовал? У тебя свой вкус на такие вещи, или как? Нет, такое не голосовал. Обычно в плане фидбэк я почти их не использую, единственное, я взял себе фидбэк от Интерстепа, это не реклама, конечно, но он для меня был очень удобен, потому что он как док-станция работает с беспроводной зарядкой. Это было удобно. Ну, тот к Xiaomi, который мы там приложили, у него тоже беспроводная зарядка. Тем более, у тебя телефон в Xiaomi, так что все нормально вроде. Ну, значит, Xiaomi. Хотя я планирую, я после, недавно же презентовали Pixel 4, планирую взять 4 Pixel. Почему? Киллер фича какая? Один из моих первых смартфонов был Nexus, Nexus 4. И после того, как я переходил с Nexus 4 на другие Android, все было чуть-чуть хуже. Ну, даже это не было плохо, просто был не тот experience, не тот feeling, то есть я не чувствовал его так, как чувствовал Nexus. Это же Google, да? Да. Это Google именно без оболочек, я так понимаю. Но есть категория людей, которые любят Android прям без, как там, лаунчера, или как это называется? Без лаунчера, без оболочек, без лаунчера и так далее. Вот я один из тех людей. Я хочу заново ощутить то чувство, понимаешь, когда у тебя все работает, и все спроектировано, все отрисовано ровно так, как этого хотел производить. Ну, слушай, это круто. Для этого как раз мы айфоны и покупаем. Ладно, Макс, еще раз тебе большое спасибо, это было действительно круто. Я даже предложу Никите сократить остаток подкаста, причем, возможно, на весь. Ну, смотри, ты имеешь в виду... Да, мы все поняли. Я имею в виду... Смешно, да. Я имею в виду только две последние темки оставить, потому что, блин, это... Это без проблем. Это действительно круто. Мне как... Мне тоже этот опыт понравился, короче говоря. Это интересно. Это правда интересно. Интереснее куда, чем SAS-модули и CSS-клиппинг. Согласен. Мы их в следующий раз рассмотрим. Я надеюсь, я все-таки надеюсь, что к вам будут побольше людей приходить, поскольку для того, чтобы прийти к вам, нужно на Патреоне подписываться. Опять же. Не, на самом деле всегда интереснее, когда контент разнообразится, в том числе и гостям. Да, мы тоже согласны с этим. Тем более, что не надо как ты, ты-то понятно, сеньор, не надо как ты по 40 баксов каждый месяц. Можно один раз занести, один раз прийти, болтать и тоже будет хорошо. Это я просто для вас лайфхак рассказываю. А Макс у нас сегодня как представитель Патреона. Он на самом деле работает на patreon.com как один из разработчиков. Нет, к сожалению, нет. Возможно, все было бы намного лучше, если бы я там работал как разработчиком. Ну, для меня лучше, соответственно. Ну, конечно, ты бы эти 40 баксов просто эмулировал тестовыми платежами. Все нормально было бы. Сто пудово, да. Это была бы хорошая тема. Ладно, все. Все, мы будем устраивать паузу. Некоторые наши люди любят, когда мы паузу устраиваем, но в данном случае она необходима. Я пить хочу сильно, поэтому будем устраивать. Еще раз, Макс, спасибо. Привет перед вами, Молдовия. Обязательно. Сейчас выйду на улицу и начну кричать. Так тебя и заберут, да. Чфу-чфу-чфу, не дай бог. Не, так это нормально. А, в смысле, как все наконец-то будешь. Да, я понял. Вам, ребят, тоже огромное спасибо. Вы прям круто. Вы прям крутые и занимаетесь крутым делом. Спасибо. Спасибо. Приятно слышать, да. Пока. Пока. Так, Макс вышел. Мы будем сейчас какую-то отсечку... Мне стопнуть? Забить голос. Да зачем? Не будем ничего стопать. Я поставил флажок, просто нальем сейчас и вернемся. Сейчас я тоже налью. Ну, давай. У нас, между прочим, дальше очень объемные темы. Ты, кстати, сказал, что мы сократим подкаст, но там дальше жесть. Подождите, жесть. Еще раз говорю. Вот те две темы, которые CSS Tricks, я предлагаю рассмотреть в следующий раз. Да, но у нас есть очень классная тема, которую мы рассмотрим после того, как расскажем про наш Патреон. Опять же. Да, наплевать. Патреон уже мы рассказали. Весь блог с Максом это одна большая реклама Патреона. Я просто скажу ссылку. Да, патреон.ком слышу и обязательно. Хорошо, а вот тема про ZY. Как тебе? Это же большая тема. Ну, блин, она большая, но на самом деле не очень. Я быстро ее щелкну сейчас, просто как семечко. Перед этим я хочу закончить про PHP. Если вы хотите, чтобы ваш PHP работал быстро и классно, то идите на Smart Tape. Ссылка в описании. Это самый лучший хостинг для этого гениального языка программирования, который нам рассказал Макс. youabdicent.ru slash Smart Tape. Так, теперь, чем отличаются поколения Y и Z? Z это зумеры. Ну, то есть, потому и... Смешно. Макс пишет, что у него на Каталине отвалилась Voice Memos, то есть, программа диктофон. А ты записывал? Конечно, я же пишу аудио. Просто именно на этот момент я вырежу кусок, и ты тоже будешь с толчка, а когда Макс уйдет, ты опять будешь хороший. Я это все продумал, я знал, что примерно так и будет. Подожди, а если меня все равно поставить? Или обидно будет? Ты задвоенный будешь, понимаешь? Я же не смогу из той дорожки, которая аудио мое, вычленить тебя. Так, а если гениально наложить, или оно все равно будет чувствоваться, что эхо? Будет, конечно. Там же звук чуть-чуть разный, поэтому гениально не наложить. Там будет именно двойной звук. Я это тебе говорю как человек. Ну, напиши ему, напиши ему, чтобы он не расстраивался сразу, что... Прямо ща. А то он там уже, возможно, достал лезвие. Вот и Каталина. Я, говорит, думал, что я единственный, кого Каталина не огорчила, а тут такое. Это не реклама, к сожалению, компании Apple. Это антиреклама. Я ему обезьянку поставил на Каталину. Думаешь, это его испугало? Я, говорит, уже испугался, даже стыдно стал. Мы к такому всегда готовы. Выдыхай. Можешь не только ротом. Ладно, не буду. Чем отличаются поколения Y и Z? И о чем брендам с ними разговаривать? Это, между прочим, сайт thinkwithgoogle.com и это какие-то аналитики Google, короче, пишут. Они, возможно, на пикселях сидят и на этих... Стоп, да, они вышли. Они все-таки сидят, блин, четвертый пиксель вышел. Это классно. Мы будем сидеть без всяких вендорных лаунчеров и всякого говна. Короче, и чуваки из Google на основе своих данных, вообще у них работа такая, а не аналитики. Так. У них, соответственно, работа такая изучать вообще тренды, изучать целевые аудитории, поэтому их инфе можно доверять. Это инфосотка, короче говоря. Согласен. Что за поколение Y и Z? Поколение Y это мы, миллениалы, те, кто родился после 81 года, те, у которых смартфон не сразу в люльке лежал, в пилюльке, так сказать. Но... В красной или в синей пилюльке, чтобы я понимал. Вот. И не знаю теперь. Так вот. Но те люди, которые сейчас и в работе, и в жизни интернет используют как повседневность. То есть люди, рожденные после 81 года. Причем это, разумеется, условно. То есть поколение, теория поколений, она говорит не о том, что человечество как вид в этом году так эволюционировало. Это было исключительно о том, как развивается еще и внешняя среда и как под нее подстраиваются люди. То есть где-то в 81 году, а в России, например, с 91 или с 88. Ну то есть очевидно, что в Америке технологии начали развиваться чуть-чуть раньше, чем у нас, самая малость. Поэтому как бы да. А где-нибудь, я не знаю, в Уганде возможно миллениалы начались только с 95. Просто потому что... Я думаю, еще не начались, скорее всего. Там бумеры еще. Либо так, да. Поколение Z это зумеры. Это те люди, которые сейчас родились там, ну условно с 2000-го начиная. Но они сразу с телефонами в пилюле. Да, да, да. Социологи часто выбирают отчетный 95-й год, но это, конечно же, не в России. То есть это те люди, которые родились со смартфонами, которые знают, что такое дополненная реальность. Короче, их этим всем не удивишь. Они не в Science Fiction Movies видели об этом, а они в новостях об этом сразу видели, как бы для них это уже все на кончиках пальцев. Вот. И по данным медиакомпании Bloomberg, представители поколения Z, то есть зумеры, они уже составляют треть мирового населения. И их платежеспособность растет. То есть их как минимум нужно уже рассматривать как ЦА, потому что они уже меняют, так сказать, статистику, меняют деньги вашей компании. Так вот, и здесь есть небольшие инсайты. То есть тут как бы не то, чтобы прям как и что делать, хотя в общем и в целом как какие-то требования. Все, нахрен, я разучился говорить после Макса, он высосал меня просто как бы с трубочки. Это как какое-то напутствие к действию можно расценивать. Короче, Y наслаждаются жизнью, а Z меняют мир. Миллениалы, они следуют убеждению, что живут лишь однажды, поэтому стараются получить максимум. Они готовы наслаждаться жизнью и идти на риск ради ярких впечатлений. И 77% предпочтут пережить сильный опыт, какой-то экспириенс, вместо того, чтобы приобрести желанный товар. Ну, типа оказаться на Килиманджаре и посмотреть на Африку сверху, это больше, чем новый iPhone. А представители же поколения Z, зумеры, они более практичны, поэтому из них 60% выберут iPhone, а не Килиманджаре. Ну, потому что, камон, они как бы уже с детства это все могут нагуглить, и у них нет уже вот этого желания увидеть все самим, потому что для них вот эта Google-реальность, это уже реальность. Они считают, что если они об этом нагуглили и посмотрели через Google Street View, они это уже, считай, видели. Я думал, наоборот, типа раз для них это обыденность, то наоборот, они Килиманджаре должны быть. Ну, типа, вот как-то, подожди, ты же с телефоном, ты же родился уже с телефоном, ну, что здесь такого, похрен на новый iPhone, а вот. Поэтому тебе и хочется новый iPhone. Ты, в смысле, ты оспариваешь именно что в статье написано, или правильно статью читаешь? Нет, я оспариваю, что в статье написано. Понятно, ну, может быть, я не знаю, на основе чего здесь, здесь в общем почти на каждое слово есть ссылка. То есть, в принципе, тут, ну, можно перейти и прочитать, причем там на каких-то умных сайтах, типа visioncritical.com, вот, и там, типа, что Generation Z versus Millennials Infographics. То есть, там есть какие-то, видимо, ну, прям исследования по этому поводу. Также оказывается у юного поколения больше амбиций. То есть, они изменить мир хотят к лучшему. 60% зумеров, а из нас, Millennial, только 39% хочет изменить мир к лучшему. То есть, Грета Тунберг невозможна нашего поколения. Ну, то есть, точнее, она возможна, но только на 39%. Вот. Также, соответственно, они считают, что бренды, какие-то коллеги, их подписчики, я забегаю вперед, самый топ для зумеров, это YouTube. То есть, у них и топ профессии, в которой они хотят стать, это YouTube-блогер. Вот. То есть, они считают, что они смогут реализоваться, и что им все помогут добиться этих целей. То есть, открыть свой бизнес хотят 72% зумеров. То есть, вот это вот «не хочу работать на дядю» в их поколении реализовалось, как бы, ну, максимально сильно. Судя по тому, что пишет Google, соответственно. Вот. Поэтому, видишь, здесь написано, что «Y-ки путешествуют, а Z-ы живут без границ». То есть, и поколение миллениалов совершает на 30% больше поездок, чем поколение Z. Вот Макс классический пример поколения Y, соответственно. Раз ему нравится ездить, он хочет везде ездить, как бы, да. А миллениалы, соответственно, они считают, что они и так глобальное поколение, они с самого детства наблюдают разнообразие мира, культуры, религий в соцсетях, видеороликах и окружающей реальности. Соответственно, ну, типа, зачем мне ехать на это смотреть, если я это уже видел в телефоне? Видимо, так это рассуждается. То есть, ты хочешь увидеть, посмотреть какую-то типа диковинку. То есть, что-то, что вау. А если они считают, что их смартфон равно реальность и равно жизнь, то раз они это видели в смартфоне, зачем это еще раз видеть? То есть, у них, видимо, реально не произойдет, ну, то есть, глупо всех под одну гребенку вести, но как бы, как нам Google говорит, что если они даже там окажутся где-то, у них не произойдет никаких эмоций по сравнению с тем, что они это видели уже в телефоне. То есть, для них это будет плюс-минус одинаково. Угу. Вот. Поэтому тут как бы да. Так, здесь мое любимое о том, что больше зумеров считают, что в мире должно быть больше опций, чем мужчина и женщина, и то, что гендер не определяет человека, тоже зумеры считают на 10% больше. Так. Новые технологии для игреков становятся повседневными гаджетами для Z. Ну, здесь опять же, всякая вот эта классическая популистская штука, что 80% спятся с моими смартфонами. Как интересно они это делают? Мне просто... Вдруг я тоже сплю? Наверное, если он у тебя в пределе руковой доступности, значит, ты уже спишь с ним. Так. Ну, нет, я чуть-чуть подальше кладу, чтобы не вырубить будильник. А, ну, я вообще в другую комнату убираю, тоже, чтобы я пошел, дошел до будильника, и пока дошел, я уже осознал, что надо что-то уже идти, вставать и делать. Причем, это возможно даже и overkill, потому что, когда я жил в однокомнатной квартире, я никуда не уносил, я там на стол просто клал. Вот, но там я работал на той работе, на которую надо физически приезжать, и как бы там надо было приезжать, открывать смену и так далее. То есть там ответственность суперповышенная, поэтому ты хрен проспишь, надо упороться реально чем-то, чтобы проспать перед таким. Вот. Для поколения зумеров, цикл, такие впечатляющие цифры. Смартфоны, они проверяют 100%, хотя бы 5 раз за час. Причем 70% из них делают каждые 2 минуты. Достаточно часто. Слушай, ну вот, если я сижу, например, работаю за буком, я уже не проверяю смартфон. Потому что у меня на буке может прийти все, что приходит и на смартфоне. Вот. Но если я, например, смотрю какую-нибудь серию сериала на телеке, я не проверяю смартфон. То есть он как бы лежит, и хрен на него. Просто я это делаю обычно вечером, там ничего по работе уже прийти не может, а если ты не по работе, то и насрать. Как-то так. Да, да. У тебя как? У меня тоже по-разному. То есть я когда-то сильно проверяю, когда-то вообще не проверяю. Поэтому если так размазать, вряд ли это будет раз в две минуты, конечно. Но если так размазать, то я, наверное, блин, так прикинуть. Вот первое ты сказал. Сколько там в час? Пять раз за час. Но я думаю, я тоже пять раз за час проверяю. Пять раз за час, я думаю, проверяю. Да, если размазать. Конечно, есть час или два, когда я не проверяю, но зато в другой час я это делаю 40 раз. Просто потому что я еду в транспорте и в него смотрю все это время. Да, да. Как это можно? Это реальная цифра. И я думаю, что примерно для наших возрастов всех это одинаково. То есть, ну понятно, что мама у меня меньше проверяет, но тем не менее. 85% зумеров смотрят YouTube. Ну как бы, окей. Здесь не написано, сколько это для миллениалов составляет. Это просто Google гордится, я понял, что они YouTube. Возможно, да, кстати. Кстати, ежедневно YouTube посещает 72% зумеров и 52% миллениалов. То есть, каждый второй. А у зумеров почти каждый первый. Ну, наверное, да. Правда, интересно, что они там смотрят. Ну, то есть, я бы посмотрел прям целую инфографику по именно трендам, YouTube-трендам для миллениалов и для зумеров, соответственно. Я, конечно, догадываюсь, что там, ну, достаточно очевидно будут всякие там TikTok-нарезки, опять же. Ролики про Fortnite. Вот, да. Потому что здесь как раз и сказано, что именно зумеры повлияли на стремительный рост TikTok по всему миру, и потому что уже сейчас TikTok обогнал Facebook и Instagram по количеству загрузок. Угу. Ну, верю. Да уж. Соответственно, шоппинг привычки. Поколение зумеров более охотно тратит деньги и не планирует особо покупки. То есть, они предпочитают импульсивные покупки. Шел, увидел, купил, просто и все. Вот. И они охотно пробуют новые бренды. В том отношении, как миллениал, они stick to их уже используемые бренды, и они любят спецпредложения. Зумеры уже не так любят спецпредложения, по бреду. То есть, они как бы, ну, понимают, что, скорее всего, на них наварятся. То есть, их выставляют как практичных людей. Несмотря на то, что они тратят больше денег, они типа практичные. Они тратят, вот, видимо, на Xiaomi, потому что иначе это оверпрайс. Зачем? Не знаю. Это как-то спорно. Откуда, во-первых, у них деньги, если они их более охотно тратят? Может, они их зарабатывают? Ну, это как-то... Ну, ладно, окей. Если мы берем уже, так сказать, зрелых зумеров, которые работают и зарабатывают... Зрелые зумеры. Да. У них, наверное, уже нет вот этого ощущения, что чего-то может не быть. Что надо будет в очередь за колбасой там стоять, и что на прилавках все будет пусто. Поэтому они готовы все тратить и потом занимать 550, 60, 600 долларов, потому что, ну, потом зарплату заплатят. За срочную доставку готовы платить больше. Ты вот готов вообще платить за срочную доставку? Чтобы просто найден, быстрее привезли, заплатить еще, там, я не знаю, 6 тысяч рублей. Я готов, но не 6 тысяч рублей. То есть там, на самом деле, всегда, если мы говорим про какой-нибудь условный Алиэкспресс, да, то будет большая разница, если ты скажешь, быстрая доставка, там, такие бабки тебя зарядят за какую-нибудь хрень беспонтовую. И я такой не готов платить. Но если небольшая разница, то я, в принципе, зумер тот еще. Видишь, если небольшая разница, я всегда смотрю, дело не только в длительности, а дело во всяких кодах отслеживания. Да, да. То есть я это скорее доплачиваю не для того, чтобы быстрее пришло, а для того, чтобы вообще пришло. Чтобы копирялось просто. Да, согласен абсолютно. Вот. Но это, опять же, у нас есть вьетнамские флэшбеки о том, когда еще Почта России работала плохо. Ну, то есть вчера. Вот. И поэтому, как бы, ну, есть еще, так сказать, возможность, что плохо будет. Ну и, короче говоря, последний пункт это про доверие селебрити. Что миллениалы, они на самом деле проверяют. То есть мы, если просто условный Димати что-то сказал, то мы такие вот, а, может быть, все-таки нет, а поколение Z, они в основном сразу, о, похрен, и Тимати сказал классно. Че, в натуре? Без приколов? Ну нет, хрен с ним с Тимати, но... На 10% реже они перепроверяют рекламные сообщения. Я так сказал, как будто в 10 раз, на самом деле, всего на 10%, но тем не менее. Ты представил так, как будто в натуре все, что сказал Тимати, все... Блин. И для нас с тобой, миллениалов, играет роль реклама, которая создает эмоциональный контакт. То есть насрать, что Тимати, но если он сказал, как-то за душу взял, то окей. Да, да, согласен. Слушай, с гуглом согласен. Это то, о чем мы говорим, что у нас есть... Мы эмоции. На которой можно сыграть. Да, да, да. А вот Санька, он походу зумер. Потому что у него, на него это все не работает. Да, мы эмоции, и мы, видишь, что начиная с переключений путешествий, заканчивая тем, что Тимати классно сказал, за душу берет. Вот именно. Насрать, что сказал. Главное, что... Точнее, насрать, кто сказал. Главное, что за душу взял. Даже если... Поэтому у нас эмо. Да, да. Поэтому у нас эмо-культура была в 2007 году, потому что эмоушен. Это прикольно. Это даже как-то... Здесь еще один факт, ради которого Костя и кинул эту статью. Айон и кинул Костя в патроновский чатик. Костя, привет. Как Кость. Костя, как Кость нам кинул. У поколения Z концентрация внимания на 25% ниже, чем у их предшественников. То есть, эти деменции, они встроены в поколение зумеров уже просто по определению, потому что... А зачем помнить? Можно всегда нагуглить. Я думаю, основной момент в том, что ты понимаешь... Ну, как бы, нет наказания. Нет наказания за то, что ты забыл. Причем не в смысле, что тебя розгами не бьют, а в смысле... Жизнь не накажет. Жизнь не наказывает. Да, нет такого, что ты что-то забыл, там, не услышал, и все. И ты там провалился. Нет, у тебя всегда есть телефон, в котором у тебя есть ТикТок, в котором тебе напомнят. Это бред, конечно, что в ТикТоке напомнят, но тем не менее... Ты уже по-настоящему этим быдлишь. Да в ТикТоке там у них все это делается. Вот, да-да-да-да-да. Как-то так. Чего тебе больше всего понравилось? Какой факт? Блин, мне все факты. Мне понравилось, что мы эмоцичи, а не приземленычи, прагматичнычи. Это круто. Есть у нас еще что-то искреннее по сравнению с ними? Они. Мне интересно, такое же сравнение бы с бумерами нас. И там, возможно, совсем искреннейше. Там, возможно, только на эмоциях. Им вообще похрен на смартфоны, а, кстати, так и есть. И так далее. То есть, ну, типа, интересно, интересно такое исследование. Да, мне тоже. Реквестируем, Google, если вы нас слушаете. Ну, то есть, не если, а когда вы нас послушаете. Сделайте, пожалуйста, такое же про бумеров и нас. Поколение X и Y, пожалуйста. Please. Так, переходим дальше. Переходим к финальной теме этого подкаста, гостевого. Я сейчас увидел, извини, пожалуйста, логотипы фотошопа старые, и у меня прям это... Ты проследился? Эмоции у тебя? Да, у меня эмоции стопудово. Ладно. Короче, здесь на versionmuseum.com есть статья просто с картиночками в основном. Это 29 лет Adobe Photoshop дизайн истории. И здесь написано сразу же в пользу MacBook'а, точнее, в пользу Mac'а, то, что, между прочим, Photoshop 1.0 появился именно для for Mac, именно для Mac'а в 1990 году. И он выглядел примерно так, вы видите, как он выглядит. А слушатели, просто представьте, гребаный, мать его, первый Photoshop. Это просто что-то страшное. Выглядит на самом деле очень классно, потому что мы-то все с вами эмоцичи. И я вот смотрю, и мне нравится верхняя панелька маковская. Она очень атмосферная, как бы это вот из бита не звучало. Она так выглядит, как будто мы реально сейчас хакеры будем максимальные. Вот это яблочко, вот это пиксельное все, файл, edit, mode, image, select, window. Прям вкусно. 1.0 Photoshop, действительно, только for Mac. здесь показаны, как дропдауны работают вот в этом меню, прям вот как они, вот это контекстное меню работает. Здесь в какой-то момент показываются еще black and white workspace. Вот они, видно. Я просто тупую шутку придумал, не могу не поделиться. Photoshop 1 for Mac 0. Все. Да, for Mac 0. И давай пойдем дальше, после, мы как Apple пойдем дальше. И Photoshop 2.5, 92-й год, 92-й год, Photoshop 2.5, уже для Windows 3.1. Посмотрите на сплэш-скрин, который, они уже здесь сделали вот эти сплэш-скрины с картиночками, как в принципе и в первой версии, но здесь уже цветная картиночка, все так, как будто уже как сейчас, но только в 1992-м году. Выглядит, конечно, тоже как Paint тот еще, если честно. Вот прям Paint. Я, если честно, смотрю, мне кажется, это Paint. Но, тем не менее, это Photoshop. Но уже была панель кистей в Photoshop 2.5. Этого уже нет в Paint. Уже тогда они Paint. 4 градации и все. А здесь уже больше. И можно добавлять, судя по выпадашке. Да. Что еще здесь было? Windows Install Installer. Можно было там устанавливать отдельно кастомную настройку. Что надо устанавливать, что не надо. В 1994-м году уже был Photoshop 3.0. Все-таки не 2.5, а 3.0. Тоже для Windows. Splash Screen еще покруче стал. Откуда они нашли эти скрины? Мне больше нравится. Licensed To User Company. Вот тут сразу видно, что чуваки пиратские фотошопы ставили 3.0. Короче, уже выглядит посерьезнее на самом деле. Но еще из-за того, что маленькие экранчики были, страшно выглядит. Много каких-то окон, они все поверх твоего холста. И ты как-то выживаешь. Я вообще не знаю, как люди тогда занимались графическим дизайном. Это было страшно-страшно. Я фотошоп 3.0 еще юзал. Юзал? То есть ты видел это? Да, я это прям видел. 96-й год. Фотошоп 4.0 уже для Mac. Посмотри, как он выглядит. Не особо много изменений, но как-то более компактно все стало. Видимо, и экраны побольше стали, и жизнь как-то получше стала. Здесь окошечки как-то покруче. Он просто стал выглядеть хотя бы как фотошоп. И он реально сейчас сильно недалеко от этого ушел. Да, то есть они тогда придумали уже эту концепцию полностью. И сейчас так же все, если вы запустите, узнаете его. Это как автомобиль. Если автомобиль 96-го года и автомобиль 2019-го года будет узнаваем. То есть практически Adobe делали свою машину графическую. Что еще? 98-й год. Фотошоп 5.0. Здесь мы видим вот это все серое винда. Сразу вспоминается. Вспоминается, это, наверное, Windows 95-й. Хотя, наверное, 95-й. Похоже, по крайней мере, на 95-й Windows. И вот эта вот сирота, она, вот она присуща. Хотя 98-й год, вроде, наверное, и 98-й уже Windows должен выйти. Может быть, и на 98-м. На Mac, между прочим, тогда иконка была разноцветная, радужная. И тоже Photoshop 5.0 на ней запущен. Еще, что здесь можно сказать? Давай пойдем к следующим годам. 2000-й год, это практически современно. Для меня 2000-й год, это что-то недавно было. Photoshop 6.0. Ну, потому что в Quake 2 недавно по сети играли. Я тоже, для меня тоже недавно. Да, Photoshop 6.0. Здесь ничего кардинального не изменилось. Здесь, посмотрите на инсталлер, на сетапку. Очень-очень нас отсылает к тем временам, когда нужно было через сетапки ставить, и вот это появлялось хреновина. А еще они любили сделать иконочку, где диски, диски лежат, типа, и они там что-нибудь перемещаются, летят диски вниз, там как-нибудь. Я помню, именно делали анимации разные с инсталлерами, и было прикольно. И вот это вот XP-шное, вижу уже XP-шную тему, 2001 год, Photoshop 6.0, и здесь вот все уже такое вкусненькое, винда XP, зелененький старт, вот этот, я прям, меня очень сильно обдает, даже не знаю, чем меня обдает, но тем не менее, было, было как-то хорошо, было хорошо, не то чтобы сейчас плохо, но было тоже неплохо. Здесь есть еще, кстати говоря, 4Mac, Adobe Photoshop 6.0, и Mac, кстати, отставал, вот тогда XP-ха делала Mac, я считаю, тогда ось маковская была в жопе по сравнению с XP-хой. Ты по каким ощущениям? Ну, просто по своим, мне кажется, что тогда как-то они круче были, а Mac-и были не так распространены. Ну, это правда, наверное, да. Да, Photoshop 7.0, 2002 год, ну, что здесь можно сказать, здесь есть, да, все то же самое, все привычно, как обычно, такой же сплэш-скрин, тоже очень классный, они все пытаются на сплэш-скрине нас удивить, чтобы нам не было стрёмно ждать, вот это пока все прогрузится. А в тот момент показывает нам... Долго надо было ждать. Я помню, Photoshop 7.0, я уже на него гайды читал в интернете. Да, долго было ждать, и пока прочитаешь всех вот этих разработчиков великих, этих Томасов, Кнолов, Марков, Хамбургов, и вот этот глаз на тебя смотрит, пока ты... Это все было, долго грузилось. Здесь нам показывают, как Мадонну ретушируют немножко вот в 2002 году на Photoshop 7.0. Еще тогда она молодая была, как мы все с вами. Что тогда было, что ретушировать, да. Было, что ретушировать. Photoshop CS уже в 2003 году, уже вот эту приставочку CS, Counter-Strike, они добавили, любимые любители контры. Здесь уже Photoshop грузился вот по-другому, вот эти перья добавили вот классические, как у Филиппа Киркорова, опять же. И Splash Screen он прям занимал много места, и не показывали тебе ничего, пока не прогрузится, и ты вот на эти перья смотрел, а потом загружался. Если гуглить, кто такой Филипп Киркоров? Зумеры побежали гуглить. Здесь, кстати, я вижу, как чувак на XP-шке настроил зеленую тему, блевотную. Я тоже играл с этими темами, у него даже Steam запущен, кстати говоря. И он тут какого-то зеленого фонаря кастомит. Он, видимо, фанат зеленого фонаря, раз у него даже XP-шка зеленая, отвратительная, болотная. Вот. И я вижу здесь дальше, после XP-шки уже Windows с круглым этим. Это Windows какой? Windows. Виста. Это Виста, да. Да. Виста. Тут тоже CS, 2003 год. Ну, в принципе, по сути, расположение окон никак не меняется. Немножко они дорабатывают этот фотошоп. И тогда уже, по-моему, CS, это значит, что было клауд. был, наверное, хотя какой-то, ты считаешь, какой-то клауд. Там, я не помню, как расшифровывается CS, правда. Creative Solution, типа того, что-нибудь. Просто мне интересно, они в какой-то момент стали очень облачными пацанами, что аж не завести его без всего там активирования через интернет, облако и так далее. Раз Steam был? Потому что здесь уже вот, где Adobe Bridge пошел, CS4. Вот Bridge, это уже и облачная, по-моему, это облачная была. Да, уже пошло, уже пошло. Уже в тот момент что-то пошло. Да, 2005 год, все еще перо, Photoshop CS2, все еще перышко. Заметь, здесь как-то Mac уже меньше фигурирует, хотя вот есть на Mac фотошопчик, какой-то Photoshop CS Mac Camera RAW плагин. Здесь нам показывают, как плагин работает, видимо, отдельно, отдельным окошечком. И это уже похоже на музыкальный, на самом деле, несмотря на то, что здесь девушка в наушниках, похоже на музыкальные программы, когда ты накручиваешь какие-нибудь фильтры на свой звук. Вот так же и Photoshop, собственно, выглядел. Photoshop CS3, 2007 год, тот самый, который хочется вернуть. И вы видите, здесь вот какая, сплэш-скрин, вообще очень скучный, никаких перьев, ничего, просто на голубом, с градиентом, написано Photoshop CS3 Extended Version. Тоже XP-шка здесь у чувака. Зверь CD какой-то. Да, какой-то зверь синичный. Дальше Vista, дальше тоже Vinda, Vinda, Mac, опять же, Nokia какие-то тут старые, чуваки редактируют фотки. 2008 год, тоже особо ничего не изменилось, в принципе, можно его проскролить. 2010 год, уже какой-то хай-тек начался. Посмотри на сплэш-скрин, он уже такой, в какие-то формы у него, многоугольники. Уже так серьезно, уже серьезный Photoshop. Нельзя даже, многие люди, наверное, и все еще пользуются таким, и не устанавливают новые 2010 годы Photoshop CS5. Ну, ты вспомни просто, как мы в Америке разговаривали с чуваком, он говорил, слушайте, братаны, я вот купил Photoshop 7, и мне вот эти ваши CS-ки, вот нет, на них мои лицензии не распространяются, поэтому я все еще пользуюсь Photoshop 7. Ну да, Adobe они умные, они постоянно новые выпускают, им похрен, что чувакам надо лицензии новые покупать. Да, Photoshop CS6 2012, тоже уже такой сплэш-скрин с пятнами какими-то. Вот, ну и тут можно темы, я вижу здесь с черным Photoshop, уже люди реально темы накатывали, ну не накатывали, в смысле пользовались темной темой в Photoshop, и он уже такой черный стал, и вот есть и темная, и светлая темы, то есть, тогда Photoshop практически стал таким, как он сейчас, 2012 год. 2013 год, CC, уже Photoshop был, тот самый CC, который тут все уже, креетик, тут уже срослось полностью, здесь уже надо было сильно, чтобы взламывать его, надо было сильно прорастать, и знать, как его взломать. Помнишь, была проблема с этим? Не то, чтобы мы, это друг у нас взломал. мой друг помнит очень хорошо, как хост файл, менял что-то на серверах Adobe-овские. Проще было, проще было кого-нибудь попросить, чем этим заниматься, потому что это было такое себе. Photoshop CC 2014, сейчас этот друг говорит, что легко, пошел, скачал, и устанавливается отдельно любой продукт Adobe. Сейчас есть чужие друзья репайки делают, и там, когда оно засекло. Там таблетка включена, нормально, присутствует. Вот, Photoshop CC 2014 особо не изменился, мы здесь видим, здесь, между прочим, уже Windows как минимум 8. Это 8, скорее всего, это уже 8.1 даже, потому что... 8.1, потому что есть пуск. Да, да, да. Да. 2015 Photoshop, здесь такой сплэшскрин мощный уже, они начали какие-то гениальные фотографии вставлять, очень отретушированные, то есть, типа, вы можете сделать так. В 2017-м там тоже суперфотки космические, там уже Photoshop практически привычный нам, 2017 Photoshop, между прочим. Вот, и 2018, и 2019, вот 2018 здесь эта девушка, тоже, может быть, кому-то запомнилось, кто устанавливал 2018 Photoshop, или друг кому-нибудь, может, устанавливал. И 2019, здесь уже, ну, кстати, не так ярко, девушка, которая взмахивает волосами с каким-то эффектом, выглядит немножко по 90, если честно, может быть, здесь просто плохой скрин, но какой-то сплэш меня не очень вдохновляет. Вот, здесь абсолютно уже все на новье, мы привыкли видеть вот примерно такие Photoshop'ы 2018-2019 годов, и вот откуда вырос, из чего Photoshop, из маковской версии, вот этой, той самой первой, и вот до чего он докатился. Такая история. Тебе, Саня, как вообще вот этот путь? Лучше, хуже стало? Как, что ты чувствуешь? Я чувствую вьетнамские флэшбеки о том, как я делал обложки для наших роликов, для ювеб-дизайна и оформления для всяких там ВК-шек и всякого такого. То есть, я, конечно, их не все делал, много какие Санька делал, но я потом, во-первых, доделал, вот, а во-вторых, я тоже делал неловкие попытки, вот, начиная с обычного фотошопа CC, с первого Creative Cloud, я помню именно, как я ювеб-дизайн и какие-то сурсы в нем открываю, поэтому для меня это путь именно и нашего подкаста в том числе, и вообще нашего проекта в целом. потому что фотошоп это то, это то, что я учил именно именно из-за ювеб-дизайна. Меня всегда батя хотел, чтобы я фотошопом владел, чтобы там коллажи делать и всякую такую хрень. По-твоему, батя, опять же. Только у тебя, батя, видео коллажи. Любой батя хочет, чтобы его сын делал коллажи, я понял. Вот. Но по-настоящему я научился им пользоваться, я считаю, что я умею им пользоваться именно из-за ювеб-дизайна, поэтому спасибо тебе, ювеб-дизайн, спасибо нашим зрителям. Спасибо нашим патронам, уже начинать. Вот, да. Ну, давай будем прощаться каким-то образом наше классическое несколько ритуалов. У меня просто в какой-то момент надо будет стопнуть меня и заново начать. Ну, а ты узнаешь в какой? Да, через 9 минут, через 8. Я думаю, мы сильно уложимся. Ну, давай. Так, ну, давай назовем тогда наших патронов в первую очередь. Давай. Я сейчас с короговоркой практически это сделаю, хотя эти ребята, естественно, заслуживают и большего. В граните они. Чтобы за 9 минут успеть сейчас у меня долго грузится веб-шрифт на Патреоне. У нас, кстати, сегодня плюс 1. Это радует. Плюс 1 патрон, я имею в виду. А кто этот мальчик или девочка? А мы не будем давить. Что ты мне плохо-то застрял? Да будем. Сейчас я найду сек. 9 минут-то просто, но давят. Что-то... Не резиновые? Сейчас найду. А, сейчас, сейчас, сейчас. Нет? Это что ж такое-то? Только всего... Сколько воды-то утекло? Не знаю. Не могу найти. Я что-то как-то... Либо я уже между строк смотрю, либо мне уже это приснилось. Но вообще, я смотрю и по идее плюс 1. Но не могу найти. Насрать. Потом. Короче, 40-долларовый макс, еще раз спасибо. 20-долларовый Константин Гончаров, Олег Цепиш, Иван Мерзавцев, Антон Шувалов, Ярослав Мудрый и Никита Ларк. Чуваки, вы тоже бомба. 10-долларовый Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Аграфа Балмасова, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, БДС, Анар Балгимбаев и Алекс Яценко. Каждого из вас прям в десны. 5-долларовый Илья Смагин. Вот он. Вот он последний. А, был такой, да. Трофим, Вадим Макеев, Титус, Паша ОАМ, смотри-ка, он изменил ник, Ару, Антон Потапенко, Геннадий Хатовицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Андрей Скутин, Явеб, Илья Евсеев, Антон Заболоцкий, Хемов Арт, Сэм Белов, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. И, разумеется, наши два воздержавшихся, Рома Фролов и Владимир Анохин тоже заносят нам по пятаку, но не выбрали тир. Спасибо вам всем, чуваки. Вы прям, если бы не вы, этого бы уже не было. Потому что Патреон нам дал какой-то микроимпульс для того, чтобы чтобы что-то как-то дальше делать и не терять к этому интерес. Не то, чтобы мы живем на эти деньги, но хотя бы интерес какой-то есть. Геймификация для нас самих. Так что да. Согласен. Всем спасибо. Давай к обойке перейдем. Я специально буду уже скоро тебе челленджики дать. Попробуй небанальное что-нибудь сказать. Вот так это челлендж называется. А, ты специально, да, так делаешь? Ну ладно, давай. Давай, я небанальное скажу. Мы, это наш подкаст на этом изображении, на фотографии вот этого волка, который бежит по лесостепи. Мы, это та вот эта березка правая, которая маленькая, молодая. Мы такие же молодые, мы такие же, скажем так, как березка, берущие за душу. Березка же, она берет за душу любого русского и не только русского человека. Конечно, ее обнять хочется сразу. Это правда. То есть, мы такие же душевные, как эта березка. Мы такие же свеженькие, с маленькими листочками. Листочки, это темки наши. Вот. Это мы. И волк, это Макс, который пробегал мимо березки. Смотрел, остановился. Главное, чтобы ножку не поднял около березки. Ну, поднял ножку, да. Хотя за 40 баксов я готов. Я готов. Вот, да. Короче, да, да, согласен, согласен. А вот твоя версия какая? Ну, моя версия, я тоже хотел про березку, но тогда я скажу, что мы, это сосенка, которая чуть ближе на фоне березки. Как говорит у меня батя, сосенка. Вот, да, мы сосенка, которая чуть-чуть как бы уже подсохла, но вот как только Патреон появился, вот эти зеленые веточки уже пошли новые. И я надеюсь, что мы еще вырастем выше, чем эта березка. Как Титус и как Антон Пи. Я думал, как Андрейчик и как Эльмира Халилова. Я напоминаю, по тебе они пара, поэтому, да, будем манилисировать эту тему дальше. Напоминаю, ребенка вашего тоже подтягивайте, на Патреон. Мне понравились эти шутки в прошлый раз, поэтому я считаю их рефреном надо бы повторить. Вот, получится хорошо. Всем спасибо, чуваки, было круто. Спасибо всем, кто смотрел в премьере. Ставьте плюсик в чат сейчас в конце. И да, все ссылки в описании, будьте няшками. Да. Увидимся через неделю. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok